ну что всем привет в риге 23 часа 10 минут мы начинаем наш ночной грэм и как это у нас регулярно случается по субботам мы проводим его совместно и к нам сегодня выходит писатель журналист литературный кинокритик алексей евдокимов алексей приветствую привет да сегодня мы будем говорить о будем говорить о детективах как о жанре в литературе может быть немножко перекинем мостик кинематограф и кстати призываю наших зрителей тоже активно подключаться пишите комментируйте участвуйте в нашем сегодняшнем эфире задавать свои вопросы высказывать свое мнение делитесь в конце концов теми книгами теми писателями которые вам наиболее интересно в этом жанре мы будем это все сегодня обсуждать ну и как всегда в ночном грэме поставлю планку в 50 евро для донатов ссылка на значок доллара внизу под этим чатом вы можете нас таким образом поддерживать и поддерживать нашу работу ссылка на paypal есть в описании это тоже традиционно найдете без труда если желание и возможности совпадают то таким образом можете поучаствовать в финансировании нашего канала алексей давай начнем с вообще определение жанра то есть детектив вроде всем понятно что это о чем это но тем не менее давай может быть соснов зайдем в литературе детектив это что как ты считаешь и но для начала наверное надо вообще разграничить детектив как жанр да и детектив как прием литературный но детектив как жанр здесь действительно все очень просто это роман о расследовании как правило преступления ну по крайней мере о разгадывании какой-то таинственной загадки вначале случается что-то экстраординарное происходит таинственное и читателю интересно что же произошло и кто же во всем виноват и на протяжении всего текста мы вместе с героями эту загадку разгадываем это преступление расследование но такой классический хрестоматийный детектив в общем то он уже давным-давно музейный экспонат не потому что жанр как-то устарел а просто потому что в рамках вот этой классической схемы придуманы еще где-то в девятнадцатом начале двадцатого века и доведенную уже до идеалов золотого стандарта во времена агаты кристи нужен в рамках этой схемы все уже придумано 20 раз написаны сотни тысяч детективов с какими угодно поворотами сюжета и поэтому сейчас как бы люди которые работают писатели которые работают в жанре ну такого хрестоматийного классического детектива они просто занимаются такой сидят свои чисто жанровой ниши занимаются неким ремеслом более-менее развлекательным но существует еще детектив как просто как литературный прием потому что вот это вот загадка какое-то преступление какое-то событие криминального характера она может появиться в литературе абсолютно любого жанра и абсолютно любого пошива включая самую что ни на есть высоколобую литературу для эрудитов для умников причем действительно там может быть даже самое что ни на есть такое типичное характерное для конан дуэли агаты кристи преступления но это его расследование она будет только некой сюжетной основой да или одной из сюжетных основ для основного сюжета который конечно заключается вовсе не только в разгадывании загадки ну собственно вот умберто эко знаменитый писатель постмодернист он начинал свою литературную карьеру с романа который конечно имя розы я имею которые в котором было очень много про средние века и про сущность культуры да но основа сюжета это было совершенно классическое хрестоматийное расследование убийства причем это был такой специально он его делал классическим так называемым герметичным детективом где все действия происходят в очень ограниченном пространстве и набор подозреваемых тоже ограничен но там действия происходят в средневековом монастыре одно за другим случаются жуткие таинственные убийства и герои расследуют хотя на самом деле конечно содержание этого романа и смысл этого романа они очень далеко уходят за рамки просто расследования таинственного происшествия и собственно вот этот вот детектив как прием он применялся и применяется в гигантском количестве текстов относящихся абсолютно к разным жанрам и к разным уровням литературы и вот в этом смысле если детектив классический детектив как жанр он в общем-то уже давным-давно занял свою нишу и вряд ли когда-то из этой ниши выберется то детектив как прием он абсолютно вечен да и может еще там столетиями какие какими бы путями не шла литературой какие бы повороты она не совершала этот прием он все равно может применяться потому что ну люди любят и загадки читатель любит некое это и таинственную загадку и любит узнать что же на самом деле произошло в конце что выяснилось да тоже в общем не мало ну знаешь вот ты упомянул как раз амберта эка и как раз вот этот жанр герметичного детектива потому что история перекликается конечно с агатой кристи с ее знаменитым романом 10 негритят где тоже в общем-то история такая герметичная но здесь сразу возникает вопрос а где заканчивается детектив и начинается триллер и может ли триллер быть детективом и можно ли вообще смешивать два этих понятия два этих жанра можно и нужно потому что на самом никаких четких границ нет и вообще действительно масса существует произведений классических произведений хрестоматийных произведений которые одновременно и детективы и триллеры в которых одновременно расследуется убийство и происходят какие-то жуткие вещи например кстати да вот вроде бы те же самые 10 негритят это абсолютная классика герметичного детектива это золотой стандарт такого того самого герметичного детектива и при этом да при этом это в общем-то роман ужасов и что кстати великолепно подчеркнул свое время в экранизации совершенно замечательной экранизации станислав говорухин я ее смотрел мне было наверное там лет 10-11 абсолютно вот мороз по коже бежал ну или не знаю там какое-нибудь молчание ягнят да романы вообще все романы и фильмы про маньяка это с одной стороны детективы то есть происходит расследование жутких убийств с другой стороны это фильмы романы ужаса потому что да там просто какие-то кошмарные события и кровь зрителя и читателя должна остынуть вот и ну разное существует множество существует смешанных жанров которые могут переплетаться с детективом там шпионский роман тоже масса хрестоматийных текстов где одновременно происходит расследование каких-то преступлений убийств ищут герои ищут шпиона например да вот то есть да вполне детективная интрига развивается и при этом как бы да это роман про шпионов там про разведчиков и так далее ну там юлиан семенов да как бы советская классика многие его романы да одновременно как бы пожалуйста шпионский роман и детектив исторический роман переплетит может переплетаться с детективом это последние лет там 20-30 во многом кстати говоря с легкой руки того же самого убертайка это такой мощный тренд и до сих пор прекрасно пользуется популярностью и написаны в самых разных странах сотни тысяч десятки тысяч исторических детективов где в самых разных эпохах происходит расследование убийств и очень часто расследователями становятся какие-то известные исторические личности и самые известные российские и русско пишущий детективщик современности борис оконин вот он сделал себе имя именно на произведениях этого то есть ну никаких четких границ не существует даже как будет между детективом как как жанром да и вот четкий границ между этим жанром и соседними жанрами даже их нет а если я говорю рассматривается детектив как прием то тут тем более бессмысленно говорить о границах можно написать что угодно из этом псордиский роман который при этом будет использовать какие-то элементы детектива вот кстати смотри наши зрители подключаются активно и пишут волков вв пишет детектив это когда не знаешь до конца кто убил садовник или горничная у чейза всегда все известно у чейза криминальный роман согласен с тем что у чейза криминальный роман согласно традиционным жанровым определением да то есть действительно если рассматривать детектив очень узко когда действительно неизвестен убийца до конца то наверное да у чейза в основном это например не классические детективы опять же как бы в честь как бы это наследник мощной традиции так называемого крутого детектива до harbour который конечно этот жанр хэммет чаннлер мощная славно любимая до сих пор особенно карнизаторами киношниками традиция да конечно это не классические детективы поскольку иногда расследование такого типичного как где проводил шерлок холмс не происходит часто преступник известно заранее часто преступник это главный герой а может быть кстати а может быть и есть расследование и действительно как бы и во многих классических крутых детективах фигура сыщика играет большую роль на ней строится как раз вся атмосфера там обаяния филипп марлук и да он этот герой он может и расследовать преступлений в начале может появляться например для вот этого криминального романа для крутого детектива для него просто нету такого четкого закона что например убийца не должен быть известен может быть известно может неизвестен но для детектива в узком смысле до убить он не должен быть хотя на самом деле даже классические законы вот того самого хрестоматийного детектива они были сформулированы одним из писателей современников агата кристи авторов ее круга они были нарушены уже в тот самый момент когда вот они только были сформулированы и та же самая агата кристи которая вроде бы считается ну сверх классиком детектива именно тем человеком который создал там золотые стандарты детективного жанра она же сама не успев еще стандарт толком создать она уже начала законы классического детектива начала их нарушать потому что один из самых знаменитых романов агаты кристи которая во многом и вывел ее на литературный олимп убийство роджера и крейда она нарушает закон классического детектива потому что там убийца оказывается расследователь а в этих там 10 10 принципов классического детектива сформулировал по-моему нокс до этого британского писателя назвали одно из правил да это из заповедей классического детектива расследователь не может оказаться убийца пожалуйста как будут логаты кристи в одном из самых знаменитых и лучших его романов расследователь оказывается убийца подходить максимально строгими рамками к определению жанра довольно бессмысленно потому что даже в своих классических образцах этот жанр выходит за собственные рамки спрашивают тебя о том кто круче агата кристи или конан дойль можно ли их вообще сравнивать что вы больше любите спирт или водку да и то и другое настолько вкусно бессмысленно совершенно пытаться определить кто из них лучше можно говорить кто более любим тобой лично ну мной наверное лично более любим шерлок холмс но это может быть просто связано с тем что я как-то раньше еще в детстве к этому пристрастился еще в глубоком детстве на самом деле еще до того как я начал читать канон доля я посмотрел сериал с ливановым и соломином да то есть каком совсем еще почти младенческом возрасте там просто какая-то детская любовь а в смысле литературного мастерства ну конечно и тот и другой это великие великие мастера жанра которая действительно благодаря которым этот жанр он действительно был сформирован он завоевал мир и благодаря которым как будто элементами этого жанра до сих пор пользуются миллионы авторов я в том числе если мы говорим об агате кристи или об артуре клана дойле мы видим образ сыщика да у кристи несколько это конечно и крюль паваро и другие но а у коном доля но в первую очередь мы конечно говорим о шелоке холмс и докторе вас не вообще вот это вереницы героев которые были созданы этими писателями а вот если мы берем например чейза которого я читал много в подростковом возрасте я сейчас честно не вспомню ни одного героя который шел бы и был вот неким таким лейтмотивом вообще авторской этой работы там другая концепция но в детективе как я понимаю сыщик расследователь главный герой он действительно очень часто персонализирован да это конечно это это одна из таких типичных черт классического детектива восходящего да действительно в первую очередь к дойлу и к гате кристи потому что эти писатели при упоминании действительных имен в голове возникает даже не столько образ самого писателя сколько образ его героя и разумеется ну дойла бы не было вообще если бы не было холмса да и конечно ну агата кристи у нее есть романы где нет ни ни пуаро ни мисс марта да она бы конечно была наверняка все равно стала бы большим мастером жанра но то место на олимпе которое она заняла она в большой степени заняла конечно благодаря великолепно придуманным героем да то есть первую щетеркульт ларо и мисс марта то есть да для такого как бы хрестоматийного классического детектива фигура сыщика она имеет очень большое значение недаром действительно те кто ну те современные детективщики постмодернисты которые обращаются к классической традиции вот они всегда стараются придумать героя и очень правильно делают потому что как если тебе удалось придумать обаятельного интересного необычного героя с яркой индивидуальностью то твои шансы на читательский успех резко повышаются конечно если бы не было раста фондорина не было бы акунина которого мы все знаем если бы не было харри холли не было бы того юн из билда который издается по всему миру гигантскими тиражами еще как раз с именно на мегре вспоминается в этом когда вот из таких типичных классических примеров хотя есть опять же как бы если да да говори я пока а есть и тоже знаменитые детективщики великие детективщики без без своих героев ну вот например севастен же призов совершенно как бы замечательные великолепные романы не все они все далеко не все они это классические детективы наоборот там как раз эта схема в начале убийства потом расследование в конце выясняется кто убийство у него как правило этой схемы нет и кстати говоря у него нету какого-то постоянного героя то есть герой может быть героя этого может не быть и ну чаще если писатель не придерживается такой вот хрестоматийная старой классической детективной схемы чаще у таких писателей нету и каких-то постоянных героев хотя ну прямой какой-то совсем железной связи но здесь тоже тут еще спрашивают можно ли достоевского отнести к писателю который использовал детективные приемы да безусловно это это совершенно вот типичный хрестоматийный пример причем у достоевского есть роман где ну перевернутый детектив где убийца известен с самого начала это разумеется преступление и наказание и у него есть не менее знаменитый роман где действительно есть расследование убийства это конечно братья карамас то есть ну достоевский вообще очень любил элементы жанра да то есть такой вроде бы низкой литературы развлекательной литературы это и детектив это и мелодрама с жуткими страстями и убийствами да в этом смысле он совмещал высокое с низким и неоднократно совмещал действительно литературу идей с да с детективом где происходит страшное убийство где происходит расследование герой несправедливо судят хотя в классическом детективе конечно вот еще андрей пишет книга вайнера фара милосердия значительно отличаются по смысловой нагрузке от легендарного фильма что он ближе дамы и господа спрашивает андрей но вообще мы перейдем еще к экранизациям конечно вайнеров упомянули в этом контексте про вайнеров что скажешь это классический такой традиционный детектив традиционной стабильной эпохи то есть брежневских времен когда вообще были звезды разных коммерческих жанров несмотря на то что вроде бы литература была очень диалогизирована не то что несмотря на то что насаждался соцреализм с его социальным политическим звучанием существовали суперзвезды именно таких классических коммерческих жанров звездой шпионского романа был конечно юлиал семенов звездой фантастики были братья стругацкие хотя они конечно их жанром далеко выходил за пределы коммерции развлекая а звездами всесоюзными звездами такого классического милицейского полицейского детектива были братьям братья вами и действительно они удостоились одной великой экранизации которую которую все знают которую душ совершенно не обязательно называть по названию здесь кстати смотри уже дважды упоминаем говорухи на потому что 10 не грязь от это говорухи место встречи заметили для это говорутье получается что если мы берем советский кинематограф то говорухи лучший режиссер постановщик именно в жанре детектива ну говорухи большой мастер конечно Именно жанровые кинематографы, наверное, это же великий мастер, но если брать хотя бы даже два названных фильма, разумеется, да, но он на этом специализировался во многом и да, оставил замечательные образцы. Кстати, он еще вставил детей Капитана Гранд в поисках Капитана Гранд, но это, правда, другой жанр, это жульет. Но тоже развлекательный жанр и тоже, кстати, выдающийся сериал. Я, кстати, знаешь еще, что вспоминаю? Мне одно время очень нравились, очень нравилось, вот выходили даже в такой сборник, латышский детектив, там был Игун Арцирулис и Андрей Сколбергс, они были хорошо переведены на русский язык, и я прям засчитывался вот именно латышским детективом. Это такая классная история. Читал? А Латвия вообще, кстати, была одной из, может быть, даже главной детективной столицей Советского Союза, ну если не брать как бы столицу всесоюзную, то таким заповедником, скажем, да, детектива была Латвия. Потому что у нас же на Рижской киностудии еще снималось много детективов, она во многом специализировалась, и именно латвийские детективы их крутили по всему Союзу и знали Рижскую киностудию в первую очередь, кстати, по детективам. Ну, кстати, чей заэкранизировали в Риге, Рижской киностудии, это, конечно, Мираж. Да-да-да, и я думаю, что это связано с образом Прибалтики как такого советского Запада, западной витрины, потому что переводные детективы действительно, где действия происходят на Западе, где же их еще снимать, как не на нашем карманном Западе. И, наверное, ну, все-таки действительно и самосознание местных детективщиков, оно тоже немножко было вот так вот в западную сторону повернуто, и они писали их романы, они отдавали таким неким шармам, ну, для советского тогдашнего читателя, отдавали неким таким нездешним, несоветским шармам, за это их и любили. Это сейчас спрашивают, вот, Тавид пишет, я Донцова даже в самолете читать не смогла, на чем она взлетела, спрашивает Тавид. Как ты думаешь? Я тоже не смог, скажите. Ну, у Донцовой, у нее есть специфический читатель, который, ну, в которого она попадает, да, вот мы все, и наш, смотрите, в него не попадаем, да, а читатель, ну, в первую очередь, конечно, читательницы, вот они находят именно в романах Донцова именно то, что им нужно. И Донцова, она, конечно, это, ну, не литература, да, сколько бы то ни было строгим критерием, это, конечно, не литература, это паралитература, но она коммерческий автор, который отлично знает свою аудиторию, который умеет в нее попадать, и который благодаря этому много десятков лет работает и зарабатывает. Я знаешь, о чем подумал? Вот Александра Маринина, у которой я в свое время брал интервью, она создала образ Анастасии Каменской, который потом был воплощен уже на телеэкране Валерием Тодоровским, там Елена Яковлева сыграла Каменскую, и получился очень сильный такой кинематографический образ. Я недавно попробовал прочитать Маринину, попробовал, взял одну из книг, у меня была на полке. Не могу сказать, что я впечатлился языком и какой-то стилистикой, но я вот для себя пока еще не могу определиться. Вот образ Каменской, Каменской, да, который она создала, это все-таки больше заслуга ее или больше заслуга Тодоровского? Вот у меня нет ответа на этот вопрос, потому что сериал был крутой. Вот для того времени сериал был дико классный. Как ты считаешь, Маринина, она все-таки большой писатель или она где-то на уровне Донцовой? У меня нет ответа на этот вопрос, я честно скажу. Ну, я думаю, Маринина такая проабгреженная Донцова, да, то есть, конечно, надо, когда мы говорим о писателях, вот этой вот плеяды, писательницах, да, а, конечно, надо все равно делать скидку на то время, когда они появились. Это были 90-е годы, а что продавалось на лотках в 90-е годы? Причем не было альтернативы, да, мы все помним, что тогда продавалось на лотках. Это все замечено. И прочее. Вот, 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 слепой против бешеного, вот это, ну, совершеннейшая жуть, да, это такой мезозойская эра, да, русскоязычного детектива. И ничего, кроме этого, не было. Какое-то время не было, не было даже авторов уровня Донцовой, я не говорю про Маринину. И вот, когда они начали появляться, когда все-таки не совсем уже пещерные, да, не совсем какие-то мезозойские детективы стали появляться, они, конечно, были восприняты на ура. И все-таки Маринина, наверное, в те времена, она была первым автором книжки, которого, ну, были увлекательны, как детективы, и которые при этом можно было читать. Ну, если с не очень строгими рамками подходить, ну, их можно было, хотя бы можно было читать, да. Никакого Кунина еще не было. Потому что только-только-только вот придумывал своего Фондорина, а Маринина уже писала на полную катушку. И, конечно, просто у нее был, ну, это эффект низкого старта, что называется, да, когда совсем нет выбора, и ты появляешься первой такой, который, ну, хоть более-менее приличную литературу, при этом с увлекательным сюжетом пишешь, да, ты, конечно, тебя расхватывают, как горячие пирожки. Но потом, по мере того, как русско-жанровая литература немножко цивилизовалась, когда появился выбор, когда уже появились действительно выдающиеся детективщики, вроде того же Кунина, ну, конечно, тогда уже Маринина довольно сильно померкла. Хотя ей действительно повезло с экранизацией все-таки, Яковлева очень хорошо попала в этот типаж. Ну, вот бывает везение, да, если тебя хорошо экранизируют, то твой герой и ты сам, да, вы запомнитесь надолго. Я думаю, что Вайнеров вряд ли бы сейчас помнили, если бы не Говорухин слышал. Ну, вот, кстати, Ленос пишет, я сначала прочитала Маринину, а потом попыталась посмотреть сериал и не смогла. Яковлева для меня совсем не Каменская, пишет Ленос. А вот у меня другая история. Я сначала просмотрел, посмотрел сериал Тодоровского и потом прочитал Маринину. У меня вот абсолютно обратный эффект. После сериала я уже как-то не очень воспринимаю эту книгу. Хотя, вот, по своему опыту я знаю, что если книга действительно мне нравится, то даже, вот, например, история с Карлом Саганом и фильмом «Контакт». Классная классическая экранизация Земекиса. Но после того, как я сначала посмотрел фильм, а потом прочитал книгу, я понял, что книга для меня гораздо сильнее, чем фильм. Хотя фильм мне очень и очень нравится. Ну, и есть еще несколько таких примеров. А вот с Марининой не случилось. Но это, опять же, очень субъективная, очень такая личная история, восприятие. Наверное, у каждого она своя. Ну, разумеется, да. Это всегда неизбежно при экранизациях, потому что, если читатель уже знает и любит текст, то у него в голове просто эти герои, образы героев уже существуют, индивидуальные образы героев. То есть он их уже себе представляет, он уже с ними живет. Это его уже просто какие-то друзья. А тут ему предлагают совершенно другого человека, приводит, да, режиссер приводит за руку совершенно другого человека, Елену Яковлеву приводит к себе домой и говорит, вот твой друг на самом деле. Вот то, что с кем ты жил, это не знаю, что это такое. А вот он, твой друг, да. Ну, конечно, у тебя сразу возникает какое-то отторжение. Ну, бывает такое. А если, скажем, твое знакомство началось с просмотра фильма, например, или просто, ну, ты не настолько сроднился с этим текстом, да, то, ну, вот этого барьера не будет. Ну, конечно, если хороший актер и хорошая экранизация, да, то ты сможешь, наверное, примириться и с другим вариантом, вариантом, уже существующим в твоей голове образ. Вот это, кстати, любопытно, потому что, я вот пытаюсь сейчас, знаешь, есть такие классические образы, которые сформировались, в том числе, если мы говорим, конечно, о советском кино, которое мы смотрели в детстве, и те книги, которые мы читали в детстве. Ну, классика, да, это «Три мушкетера», «Дартаньяна, три мушкетера», или, там, например, «Дети капитана Гранта» и «В поиск капитана Гранта». И ты понимаешь, что, в общем, от этих образов уже очень сложно избавиться. Я читал «Трех мушкетеров» после того, как посмотрел фильм, и понятно, кто у меня ассоциируется с «Дартаньяном», «Партосом», «Матосом» и «Марамисом», хотя есть прекрасная французская экранизация. И там множество существует экранизаций, кстати. В совершенно разных жанрах, буквально совсем свежая, вот очередная вышла, кстати, французская экранизация, как раз «Трех мушкетеров». Ну, я, кстати, не смотрел, но все равно, вот, ничего не могу с собой сделать. Боярский, Смирницкий, Смехов, ну, и так далее, в общем, они там в этом образе. И сейчас я вот рассказывал как-то нашим зрителям, я не так давно пересчитал «Детей капитана Гранта», и я понимаю, что все герои – это герои фильмов Говорухина. То есть образы очень четко сформированы, они уже, вот, я читаю, и они у меня перед глазами, вот все те, которые были в этом фильме. Я этому не сопротивляюсь, потому что образы, как мне кажется, в фильме «В поисках капитана Гранта» очень удачно подобраны, и никакого противника. Да, вообще зачем этому сопротивляться, да? Ну, если хорошая экранизация, если классный актер, ну, совершенно же бессмысленно сопротивляться тому, что Холмс это Ливаном, да, а Ватсон это Салон. А Камбербайф. Ну, прекрасно, прекрасно, что у нас есть в голове вот эти вот образы, они действительно великолепны. Слушай, а образы… Хотя, действительно, ну, это не те Холмс и Ватсон, ну, по крайней мере, не совсем те, что в книжках. Не, мне просто интересно, может ли образ выбить образ, опять же, если есть одна экранизация, есть другая, и не менее удачная, да, мы берем классическую экранизацию Масленникова, конечно, с Ливановым, который был признан в Великобритании, если не ошибаюсь, там, что-то не лучшим образом, воплощением Холмса, там, кажется, даже английская королева ему вручала, не помню, что он… Какой-то приз ему был вручен в Британии, да, но я боюсь, что так, что лучший Холмс всех времен и народов, это все-таки легенда наша советская, насколько я знаю, такого не было. То есть, он там был признан, да, как бы что-то ему где-то вручали, но все-таки, да, насчет всех времен и народов, все-таки, по-моему, такого не было. Британцы все-таки очень любят своих Холмсов и очень ценят собственные экранизации. Я к чему, собственно, вот это все говорю. На твой взгляд, может ли образ выбить образ, условно говоря, может ли Кэмбербэтч выбить Ливанова? Вот если у тебя сформировался в голове образ Ливанова, как Холмса, когда ты читаешь Конан Дойл, может ли, условно говоря, там Кэмбербэтч, который совсем по-другому в современных реалиях, совсем все иначе, но, тем не менее, вышибить этот образ из головы и заменить... Ему не надо никого вшибать. Да, они прекрасно существуют одновременно, на самом деле, в моей голове, по крайней мере. Просто потому, что, ну, хороший актер, он создает свой собственный образ, да, и они, каждый, как бы, ценен по-своему, у каждого свои индивидуальности, да, как бы, они не выбивают друг друга просто потому, что, ну, это разные индивидуальности, да, это как разные люди. Каждый из них интересен, каждый из них обаятелен, с каждым из них хочется общаться, грубо говоря, да, и поэтому, как бы, между ними нет прямой конкуренции. А то, что, как бы, у нас может быть, и может быть, при этом еще какой-нибудь третий образ, который мы создали в собственной голове, когда читали книжку, да, в принципе, они вполне могут уживаться, то есть, если экранизация хорошая, если экранизация талантливая, то, по-моему, особенной проблемы не возникают. Тут меня поправляют, да, что только он камбербэтч, буквально через А, английский, под ударением, может быть, я там как раз не так произнес. А, вот еще, кстати, Андис пишет, что Ливанов почетный член ордена Британской империи, Вики сообщает об этом, Википедия. Ну вот, значит, да. То есть, я помню, как вы эту награду вручали. Да, пишите, комментируйте, участвуйте в нашем сегодняшнем эфире, говорим мы о детективах. Кстати, я напомню, что вы можете поддержать канал донатами. Как всегда, в нашем Грэме у нас минимальная планка 50 евро, ну, как минимальная, если ее достигнем, будет хорошо, не достигнем, ну, тоже неплохо, но лучше, если достигнем, значок доллара внизу под счетом, можете к нам присоединиться и поддержать работу Грэма. Также вы можете поддержать нас по PayPal, ссылка есть в описании. Без труда, без проблем ее найдете. И принимайте участие в нашем сегодняшнем опросе. Кто ваш любимый автор детективов? Артур Конан Дойль, Агата Кристи, Джеймс Хэдли, Чейз. И напишу в комментариях. Там пишите, кто вам больше нравится, потому что всего четыре позиции в опросе. Естественно, мы всех не можем вместить, а в комментариях вы можете высказаться за вашего любимого автора. Ну, вот еще, кстати, Владимир, смотри, пишет. Мой любимый автор детективов – это Эдгар Алан По. И он вообще один из самых моих любимых авторов. Почему? Его нет в вопросе. С его рассказа «Убийство на улице морг» начался классический детектив вообще. Кстати, ведь Эдгар Алан По часто считает королем ужасов, родоначальником этого жанра. И реже его считают автором детективов. Вот Эдгар Алан По как автор детективов. По-моему, кстати, даже действительно такая устоявшаяся точка зрения, что первый детектив в современном классическом понимании действительно «Убийство на улице морг». Ну, просто надо помнить о том, что в те времена, когда писал По, еще не было вот этих канонических жанров, и не было вот такого деления. А потом уже, это уже где-то к 20 веку, где-то уже в 20 веке, действительно уже появились четкие представления о том, что такое классический детектив, что такое классический роман ужасов. А в начале 19 века авторы как бы просто писали интересные, увлекательные, страшные истории и не очень вообще думали о том, в каком конкретно жанре они пишут. Потому что просто самих жанров, представлений о жанрах, вот такой вот иерархии жанров, в классификации жанров тогда еще просто не было. Вот, и По, который действительно занимался тем, что писал странные, страшные, увлекательные, леденящие души истории, он мог одновременно быть автором и истории с расследованиями, и автором каких-то страшных, мистических романов. Это потом уже, когда появились эти жанры, когда уже мы очертили их рамки, когда мы стали отличать одного от другого, и когда мы стали прослеживать их генеалогию, мы обнаружили, что в принципе, да, одним из первых авторов, которых можно назвать родоначальниками и того и другого жанра, да, и он и оказался, например, Пу. Тут еще у нас комментарии. Вот, кстати, Юлия пишет, у меня тоже свой книжный образ Шерлока, ни с каким актером он не ассоциируется, написала Юлия. Да, это совершенно нормально. Просто другое дело, что я думаю, что совершенно не обязательно они должны толкаться локтями. То есть, в принципе, в одной голове вполне могут существовать мой личный Шерлок Холмс, Василий Ливанов, Бенедикт Камбербэтч, да, ну и, возможно, еще кто-нибудь. Знаешь, мне очень понравился сериал «Элементарность» с Лисселу. Ну, кстати, да, почему нет? Там Ватсон. Это уже матрица, да, да, да. Ну, Холмс с Ватсоном, это такая же матрица, как Гамлет, да, то есть, в принципе, можно брать вот эту схему и этих персонажей и насыщать их, в принципе, каким угодно содержанием и все это будет нормально, они все это выдержат, это не будет восприниматься как надругательство, это будет восприниматься как специфическое прочтение, да, то есть, это как раз те великие персонажи, которые прошли проверку и временем, и разными авторами, и, в общем, и я уверен, что там столетия спустя будут появляться какие-нибудь новые версии этих же сюжетов. Как вот у Шекспира, да, как бы там Гамлета, пожалуйста, можно и сейчас поставить, и там каким-то астрополитическим смыслом его наделить, и, пожалуйста, ну, как сейчас, как новенький. Так с Холмсом, в общем, та же самая история. Мне, кстати, понравилось твое сравнение с Матрицей, мне кажется, что еще интересно в Шерлоке история его противостояния с Мариарти, то есть там выведен практически такой абсолютный образ злодея, причем злодея достаточно обаятельны, профессор математики и так далее. И как играют с этим образом, опять же, в сериале элементарно, Мариарти не он, а она, да, и это любовь жена Шерлока, с которой он потом разошелся. Мне очень понравилось, как вообще в этом сериале обошлись с классическим произведением, использовали эти образы и как тонко это на самом деле было сделано. Мне прямо этот сериал нравится больше, чем с Камбербэтчем, например. Ну, это просто доказывает, да, лишний раз доказывает, что, в принципе, вынесет, Холмсом вынесет что угодно, ну, и как бы его партнеры и его противники, их тоже можно наделить каким угодно содержанием, возможно, переосмыслить его и на феминистский лад, и нормально, и там тоже потянет. Ну, кстати, еще про образы. Мы так плавно пересекаем из книги в кинематограф, из кинематографа в книгу. Конечно, как мне кажется, Дэвид Суше и образ Икрюля Пуаро это тоже попадание в точку. Да, да, это действительно, ну, бывает такие счастливые совпадения, когда действительно находится актер, совершенно замечательно подходящий именно на роль данного персонажа. Конечно, Дэвид Суше и Пуаро это Суше. Я уверен, что у огромного количества зрителей, ну, вообще, наверное, как бы даже большинство из тех, кто, по крайней мере, видели хоть одну экранизацию Суше, как бы при произнесении имени Пуаро, конечно, возникнет в голове. Андрей пишет, детектив классический скорее начался с лунного камня Коллинза. Согласен? Ну, это Коллинз был одним из тех, кто стоял у истоков этого жанра. То есть, если писать литературоведческую работу «История классического детектива», то начинать придется, возможно, вообще с каких-нибудь судебных повестей средневекового Китая, где были тоже расследования, сюжет, это расследование. Но если современный, более-менее современный европейский детектив, то обязательно в этой литературоведческой работе надо будет упомянуть по субийствам на улице Морг, обязательно надо будет упомянуть, конечно, Уилки Коллинза, ну и потом уже переходить действительно к таким суперзвездам, как Дойл, Честертон, Агата Кристи и далее по спустам. Тут просят меня повторить название сериала. Этот сериал называется «Элементарно». Посмотрите, он выходил, там много сезонов. Я его правда очень люблю. Не знаю, может быть, кому-то он понравится, может быть, кому-то он не понравится, но мне, как говорится, зашел. Вот зашел мне этот сериал. «Элементарно». Знаешь, что само слово элементарно, вообще фраза элементарно, ватсет, они апокрифические, что у Дойла ни в одном из рассказов о Холмсе они не звучат. Это уже у кого-то из то ли экранизаторов, то ли из продолжателей вот эта фраза появилась. То есть, разошедшиеся на афоризм анекдоты и так далее, на самом деле она не Дойла была придумана. Это, кстати, тоже интересный феномен, когда, условно говоря, произведения переходят в кинематограф и обрастают некоторыми мифами, которые не были изначально в первоисточнике. То есть, когда герои начинают уже жить самостоятельно и генерировать какие-то смыслы, какие-то вещи уже, кажется, даже независимо от автора. Это интересный такой феномен, который мы наблюдаем, в том числе и в этом жанре. Ну да-да-да, это действительно вот великие литературные герои, которые намного перерастают те произведения, в которых они появились на свет. Вот они действительно как бы они переживают своего автора, они переживают совершенно разные эпохи в развитии литературы. И они действительно живут уже сами по себе и уже появляются поколения каких-нибудь читателей или зрителей, которые прекрасно знают, что это за герой и при этом возможно они даже не читали вот этих самих произведений, в которых они появлялись, появились изначально. Тут еще спрашивают про Честертона, ты его упомянул? Ну это да, это ну он конечно как бы не вот из тех, кто не сводится к чьи произведения не сводимы к детективному жанру, все-таки как бы это более чем детектив, но это тоже в плеяде британских знаменитых детективщиков конечно его тоже всегда вот есть такие интересные вещи, когда кажется, что должна быть книга, а ее нет, как бы в общем настолько сильный образ, он уже сформировался, но при этом ты не можешь найти книгу, я конечно имею ввиду детектива Коломбо, у которого нет книги, хотя это просто сериал, который был придуман если не ошибаюсь в 70-е, но ощущение, что как же так, откуда он вообще взялся и должно же что-то быть. Ну главный жанр современного искусства это вообще уже давно не литература, это кино, а сейчас это как раз именно сериал, то есть многие такие вот герои, которые действительно выходят за рамки произведений, в которых они появились, они появляются уже не на страницах книг, они появляются да, они появляются уже, ну например, в сериях сериалов. Это ну такое да, искусство сейчас оно уже не литература центрична, когда-то когда-то все это рождалось на страницах, а сейчас это далеко не всегда так. Хотя все равно многие, конечно, поп-культурные феномены, они все равно как бы произрастают из литературы, очень часто, в большинстве наверное случаев, но далеко не всегда. Бывает, кстати, иногда, что вот эта фигура, всем известная, какая-то сверхзнаменитая фигура, она даже может быть произросла из литературы, но литература, она какая-то ну совсем уже смешная, совсем уж несерьезная, и просто диву даешься, как из такого мусора могло вырасти вот это вот, да, фигура такого масштаба, ну например, Джеймс Бонд, самый длинный киносериал современности, ну совершенно хрестоматийная поп-фигура, сыгранный там замечательными актерами, если почитать книжки, вот где он родился, Флейминга, я имею в виду, это просто диву даешься, какой это хлам, насколько смешно, неталантливо, неизобретательно. очень наивная билетристика, я так бы это мог характеризовать. Да, да, просто действительно, ну вот сейчас уже как бы можно поражаться, задаваться вопросом и пытаться анализировать, как вообще получилось, что настолько низкопробная литература породила такого долгоиграющего героя. Ну я думаю, конечно, здесь не обошлось без экранизации, без опять же замечательного актера Шона Коннор я имею в виду первого бомба. Я думаю, что не будь их, конечно, и не помнил бы никто, что когда-то в 50-х какой-то там Ян Флеминг писал какие-то там трэш-книжки про картонного шпиона. Здесь вот, кстати, интересно, как этот образ условно говоря выживает, трансформируется, уходит и становится культовым, потому что, наверное, все-таки его должны заметить, его должны оценить и должны оценить его потенциал. Почему решили экранизировать Бонда? И посмотри, кстати, интересно, ведь Бонд очень сильно трансформируется. То есть, раньше это была такая немножко ироничная история в кинематографе. Такое, все до абсолютного... даже самопарадига, это очень откровенно самопарадига. Ну да, это даже на уровне сарказма иногда. А в последней серии Бонда, это уже там социальная драма, то есть, это такой совершенно сложный персонаж, рефлексирующий, страдающий, абсолютно некомедийный, теряющий, переживающий кучи. И его оппоненты, то есть, злодеи становятся совсем другими. То есть, Бонд проделал огромную такую, как мне кажется, душевную трансформацию за время своего существования. Не, ну в какой-то момент это была даже совершенно сознательная стратегия продюсеров, да, а именно с приходом Крейга. Потому что до Крейга откровенно загибался весь этот киносериал и мало собирал денег и громили его критики. Единственное, было совершенно понятно, что он выдохся, что уже невозможно по сотому разу эксплуатировать один и тот же образ. И этому образом нужно было придумать какое-то новое прочтение. И последние фильмы сбросаны нам, по-моему, были плохие кассовые сборы. И вообще, в общем, всем было понятно, что с этим нужно что-то делать, то есть, либо отправлять его на покой, либо закрывать эту лавочку, либо придумывать какого-то нового бомба. И тогда действительно решили попробовать сделать. И он до этого был такой совершенно шутейный, мультяшный, пародийный. Подумали, давайте сделаем его более серьезно. И действительно, очень, конечно, повезло этому киносериалу, повезло с актером. Крейг очень хорошо подошел на роль именно вот этого нового, серьезного Бонда. И, в общем, он его спас. Благодаря новой стратегии и в огромной степени благодаря Крейгу Бонд выжил и, по крайней мере, протянул еще довольно долго. Хотя сейчас он тоже в явном кризисе, и Крейг уходит, и каким будет новый Бонд, пока непонятно. И удастся ли придумать, опять же, ну, видимо, сейчас нужно придумать тоже какую-то новую версию. Удастся ли ее придумать так же удачно, как это было придумано в свое время с Крейгом, это большой вопрос. Посмотрим. Мила пишет «Почитайте из серии «Интеллектуальный детектив» «Фламандская доска» Перса Реверта». Я читал, кстати, Перса Реверта. Я читал его вместе. Ну, как тебе? Я люблю его, на самом деле, «Территорию Каманча». Правда, это не детектив, это военная проза про журналистов. У него еще есть «Баталист» тоже об этом, но мне меньше понравился. Он много про Балканы пишет, про Балканскую войну. Но «Фламандская доска» это такой исторический детектив. Мне понравился. Мне его как-то на день рождения эту книгу подарили в редакции. Я ее прочитал буквально за два дня. Реверта, он вообще, он же начинал с подражательств. Он пытался подражать тому же самому Эко довольно откровенно. И «Фламандская доска», и «Клуб Дюма», вот такие интеллектуальные детективы. Он, конечно, был вполне откровенным эпигоном Эко. И, по-моему, кстати, это получалось у него не лучшим образом. Кстати, если говорить об экранизациях, то экранизация «Клуба Дюма», «Девятая врата» с Деппом, она на четыре головы лучше, интереснее оригинала. Реверта, я думаю, он постепенно нашел себя именно после того, как он отошел как бы именно вот от детективного, более классического детективного жанра, вот такого, ну вот, скорее, именно Эковского детектива, вот когда он отошел в сторону куда-то, в сторону исторической прозы или в сторону военной прозы, у него стало, конечно, гораздо интереснее получаться. Раннего Реверта я не великий поклон. Ну да, я согласен с тобой, мне больше нравятся его именно вот такие, даже, можно сказать, эссеистика у него хорошая, связанная, кстати, с военной историей, и там, где он, например, не уходит в эти исторические дебри, а просто описывает вещи, например, как работал военным корреспондентом во время Балканской войны, и это сильно, правда, не знаю, я, конечно, ее не пересчитывал очень много лет, я считал ее в свои там лет 25, наверное, может быть, сейчас пересчитав я как-то из местных, но помню, что тогда меня это впечатлило, именно это, вот именно вот это его направление, как он описал территорию Каманчей. Ну да, пожалуй, то есть, да, как бы Ревертон, как бы Цианин скорее все-таки не чисто детективный в своем наследии. Олег пишет, смотри, сейчас тут что-то про самый древний детектив обнаружен в древнеегипетском папирусе, датируемом 12-13 веком до нашей эры. Это сказка, правда, и крип, да, написал Олег. Да, но можно ли говорить об этом именно как о детективе, да, потому что все-таки, когда мы говорим детектив, мы подразумеваем, как правило, ну, тот жанр, который давным-давно уже устоялся, который имеет свои хрестоматийные классические образцы, то есть, ну, когда мы говорим детектив, мы говорим о детективе в нашем современном понимании, да, говорить о древнеегипетских папирусах, ну, наверное, можно, если мы только будем прослеживать генеалогию детектива до каких-то уже самых-самых-самых истоков, а то, что эти истоки обнаруживаются буквально где-то вообще у истоков человеческой цивилизации, это абсолютно логично и закономерно, потому что человечество с неописуемо древних времен любило загадки, и эту любовь к загадкам она вот пронесла через тысячелетия и через века и в какой-то момент эта любовь, она вот породила целый жанр, жанр, который вот оформился, устоялся и потом уже выдохся и сейчас, конечно, мы имеем дело уже скорее с пост-детективом, да, потому что детектив классический, он все-таки остался где-то, наверное, в 20 веке, где-то до середины, скажем, 20 века, можно говорить о классическом детективе, потом уже пошло что-то уже новое, да, уже как бы переосмысление этого жанра вошло, а те, кто пишут сейчас более-менее классические детективы, ну, я не знаю, там, как бы те же скандинавские, да, авторы, скандинавский детектив, они как бы, ну, все-таки как бы они сидят в какой-то своей нише, да. Ты имеешь в виду кого? Стига Ларсен, например, или Несби? Ну, это же, это же огромная плеяда, да, как бы, именно скандинавских, то есть шведов, норвежцев и тех, кто косит скандинавов, причем, эпигоны их могут быть очень далеки от Скандинавии, но началось все это, конечно, со Стига Ларсена, да. Девушка с трилогией Дракона, конечно. да, с трилогией Миллениума, причем, почему именно она так грандиозно выстрелила, почему она завоевала мир, ну, вопреки, честно говоря, качеству, объективному качеству и литературному качеству, и чисто детективному качеству романов Стига Ларсена, ну, Стига Ларсен, не Конан Дойл, и Стига Ларсен, кстати, даже далеко не Юнес Белл, да, Юнес Белл, который уже был позже, он на самом деле и как детективщик, и как писатель, он все-таки на голову выше Ларсена, да, ну, возможно, здесь действительно у истоков вот этой вот странной популярности скандинавского детектива тоже лежит вполне детективная загадка, загадка смерти этого самого Ларсена, да, то есть началось все, вот это вот, началась популярность трилогии Миллениума со странной истории, со странной смерти автора, да, который не дожил до появления своего первого романа, который странным образом умер в 50 лет, вот он же как бы какие-то писал расследования там про ультраправых, и ходили легенды, что может они к этому причастны, вообще, кстати, это интересно, потому что у многих, да, великих детективных легенд, таких литературных и окололитературных, у них, у истоков действительно лежит какая-то странная детективная история, например, как бы большая популярность агаты Кристи, она с чего началась? Она же началась с того, что во время, в то время, как раз когда только-только вышло убийство Роджера Экрейда, а Агата Кристи, писательница, куда-то таинственно исчезла, ее не могли найти, и родилась вот такая вот, действительно, просто на глазах тогдашних британских читателей родилась детективная загадка, а потом выяснилось, что у нее там был личный кризис, развод, что там с родителями болезненная или смерть, кто-то у нее умер. Ну, в общем, она ушла с радаров, да, но вот какое-то время действительно вот все впали в ажиотаж, что же случилось с автором. Кстати говоря, с Акуниным, да, вот у популярности Акунина, у истоков ее тоже была маленькая, как бы, даже спродюсирована издателем, но тоже была своя загадка. Там же была загадка псевдонима, сейчас мы его совершенно не помним, мы давно знаем, кто он такой, что-то Григорий Чартишвили, вот, а когда-то, в 90-е годы, где-то в конце 90-х, вдруг появился какой-то Бэя Кунин, кто он такой, никто тогда не знал, и тоже вот муссировалась, да, вот, а кто же он такой, как бы, некая детективная загадка в этом присутствовала, и, конечно, это способствовало популярности. Но это часто, кстати, такие маркетинговые ходы, или потом используемые как маркетинговые ходами, можно, например, вспомнить там Великие Мистификации, или можно вспомнить Селлинджера, который уходил, и становился с отшельником, но в то же время кажется не до конца, да, и это, в общем, подогревало интересы к нему, к его роману, хотя, в общем, «Над пропастью воржи» сам по себе. По-моему, он один написал, Селлинджер написал только один роман «Над пропастью воржи», да, если не знаю? Роман, да, роман. Ну, вот, эта вот история вокруг автора, она ведь очень много дает книги, я согласен с тобой, вот это маркетинг, по сути, да, это может случиться само собой, да, непреднамеренно, а это может быть, да, может быть и результатом совершенно как бы сознательного маркетинга, да, то есть, но это никогда не бывает лишним. Тут еще раз отрабатывают какие-то вещи, например, убийца Лена, она читает Селлинджера, да, и это придает уже книге какой-то особой, и автору особую какую-то стилистику, да, после убийства, и так далее. Хотя это, понятно, не спродюсированная история, просто так совпадает, но здесь можно поговорить на тему, как такие обстоятельства влияют вообще на авторов, на книги, делают их великими, не делают их великими, что вообще может сделать книгу великими, вот как ты считаешь? Ну, она не делает, конечно, книгу великим, но это может подогреть интерес к книге, да, то есть все-таки главное, основное, это действительно, это хорошая история и интересный герой, и, конечно, без этого не будет, ну, по крайней мере, детектива, да, знаменитого, широко известного, там, всемирно знаменитого детектива, без, ну, без яркого героя, да, не будет. Конечно, очень хорошо, если есть хорошая история, если есть увлекательный сюжет. Сюжет может быть даже довольно завиральный и нелепый, да, ну, честно говоря, у девушки с татуировкой драклона изрядно нелепый сюжет, если пытаться вдуматься во всех этих фашистов, заговорщиков, да, с которыми там воюет Лизбец и Ландер, в общем, галиматея изрядная, на мой взгляд. Но, но, там есть яркая героиня, да, даже пара, пара героев, как бы, это, причем тоже они во многом алиповатые и тоже, конечно, во многом это чисто такая идеологическая фигура, это Лизбец и Ландер, которая собрала там в себе не одновременно, у нее какие-то, она аутическая личность, одновременно она жертва изнасилования, то есть, как бы, все, что может левак, швед, феминист, напихать фигуру своей главной героине, вот Стиглавсет в нее напихал, но, тем не менее, как бы все равно, у него эта яркая фигура собственной индивидуальностью получилась, и, конечно, наверное, без этого никогда бы его смерть не породила такую, не дала бы такого маркетингового эффекта, то есть, все равно герой нужен обязательно, да, я уже не говорю про Юнэс Бео, про Харри Холли, конечно, тоже, хотя тут есть и классные закрученные сюжеты, очень увлекательно пишет Юнэс Бео, да, как бы, ну, и плюс, обязательно, плюс, герой с яркой индивидуальностью, и вот Харри Холли, конечно, да, это тоже, как бы, это очень-очень важная составляющая популярности его романа. Здесь, кстати, вот ты затронул тему перенасыщения героя, я согласен насчет Саландер, потому что во второй части, вторая часть начинается с того, что она сидит и думает, как доказать теорему Ферма, мне показалось, это уже перебор, то есть, словно говоря, ее хотел автор показать, очень интеллектуально развитой, но, когда вот это, в общем, начинается книга с того, что она думает, как это все дело доказать, мне показалось, это уже несколько такой искусственной истории. Да, конечно, и в этом вообще большая беда Ларсона, он все-таки, ну, не очень хороший писатель, он откровенно не знает чувства меры, и действительно, как бы именно поэтому вот у него та же самая Саландер, она получилась, ну, такая явная, ну, алиповатая фигура, да, можно любить или не любить, но тонкости в ее прорисовке точно нету, да, она написана большими, как бы жирными и яркими мазками. и при этом параллельно мне очень понравилась семейная вот эта история, взаимоотношения в семье, вот эти все некие там ходы, которые были связаны с этой, я уже не помню там, всех деталей, но описание вот этой иерархии семейной, мне кажется, это ему удалось, вот, ну, может ошибаться. Ну, у шведов вообще у них, они как-то особо сконцентрированы, да, на теме семьи, ну, не будем сейчас шутить про шведскую семью, а вообще на самом деле, как бы это, это есть у них, ну, вот, видимо, в национальной культуре, да, какие-то там черты, да, вот они на тему иерархии, вот на тему семьи, да, да, как-то вот они, они много про это думают, эти мотивы, эти мотивы, не знаю, причем как бы очень часто, ну, Бергмана там вспомним, я не знаю, да, причем действительно, как бы это же у шведов, как бы очень, очень часто болезненно, да, как-то все переживается, трактуется, вот эти семьи, то есть семейные истории, они же как бы болезненные, какие-то трагические, наверное, как бы и на, и на Ларсона, как бы, да, это тоже, это тоже, национальная эта трагическая. Смотри, Ольга пишет нам, вспомнила вдруг Иоанну Хмелевскую, это жанр иронического детектива, ироничного детектива. Да, это тоже, как бы очень, такой широкий поток, да, и очень большой популярностью, кстати, пользовался, я не знаю, может, даже до сих пор пользуется, кстати, среди русского читателя, да, явно ориентированный, конечно, на женскую аудиторию, иронический детектив, ну, та же самая Танцова, это что? это, ну, конечно, более низкого пошиба, чем Хмелевская, но это тоже, как бы, иронический детектив, да, точно, чтобы была детективная загадка, чтобы все это было пересыпано шутками, и чтобы, и чтобы, да, чтобы это попадало в женскую аудиторию. Пишите, комментируйте, не забывайте ставить лайки, сейчас у нас 196, давайте дойдем до 200, я думаю, что нам это под силу сегодня, всего 4 лайков не хватает, и, конечно, напомню, что вы можете поддерживать канал Доната, мы поставили минимальный, по-моему, 50 евро, пока мы на нуле, может быть, сдвинемся с этой точки, поэтому, если готовы нас поддержать, поддержите, это помогает Грэму работать, и развиваться. Заходите, значок доллара внизу по чатам, ссылка на PayPal в описании, также вы можете оформить спонсорство на наш канал, или оформить спонсорство, ну, точнее, стать патроном в Патреоне, это все несложно. Так, еще пишут, здравствуйте, пишет Виктория, ваше отношение к романам серии Strike, Джан Роулинг, Роберт Галбрейт. Я, честно, не очень мало читал Роулинг, но, может быть, ты можешь здесь как-то просветить. Это была очень интересная история в свое время, когда Роулинг решила взяться, вот именно, кстати, за классический такой, хрестоматийный детектив с фигурой интересной, фигурой сыщика, с фигурой помощника сыщика, с расследованием, ну, в общем, классика, для нее это был эксперимент, такая проба себя в несвойственном ей жанре, хотя, на самом деле, не такой уж это был несвойственный жанр, потому что во всех книжках про Гарри Поттера, или почти во всех, обязательно есть какая-то детективная история, то есть в каждом романе про Гарри Поттера там какая-нибудь есть загадка, и эту загадку на протяжении этого романа расследует. И вот в какой-то момент Джоан Роулинг решила попробовать себя именно в классическом детективе. И стала писать по псевдониму Роберт Гелбрейт, не афишируя то, что это нас, кто она такая на самом деле. И когда вышел первый роман про Кормера на Страйка, его никто не хотел покупать, у него были какие-то абсолютно смехотворные продажи, он абсолютно провалился в продажу. Что сделали, естественно, перепуганные издатели, они объявили, что Роберт Гелбрейт – это Джоан Роулинг. После чего продажи взлетели, тиражи достигли фантастических размеров, и, соответственно, все это дело пошло, и появился британский сериал с экранизацией. То есть, что лишний раз доказывает, насколько все-таки велика случайность в таких историях успеха, как у Джоан Роулинг. То есть, вот та же самая Джоан Роулинг. Автор тот же самый, талант тот же самый. И как в свое время, какую фантастическую популярность получил Поттер, когда тот же самый писатель пишет под другим именем, никому он абсолютно не нужен. Ну, хотя, конечно, безусловно, надо признать, что как детский писатель, Роулинг гораздо интереснее, нежели как детективщик. То есть, да, она неплохой технарь, она умеет писать жанровую литературу, она умеет придумывать интригу, но просто создать такого героя и создать такую атмосферу, какую она создала, именно такого героя, как Поттер, и такую атмосферу, как атмосфера романов о Поттере. Конечно, ничего подобного в детективном жанре ей не удалось. Хотя мы не знаем даже, если бы даже со всеми ее талантами, со всеми ее замечательными находками в Поттериане, если бы в какой-то момент просто вот звезды так не сошлись, знали бы мы сейчас этот жанр Роулинг, или она так бы и осталась малоизвестным автором трех плохо продававшихся романов про того же самого Поттера, если бы ей в какой-то момент просто не повезло, неизвестно. Вот так часто бывает, да, когда, например, человек уже с раскрученным именем продает, и это покупается, если он берет с изданимом, это не продается. Но есть же исключение, вот то, что мне сразу приходит в голову, правда, это не детективный жанр, но тем не менее, это роман Гарри, Эмиля Жар, человек, который дважды получил ганкуровскую премию, который, как мы знаем, вручает при жизни писателю всего один раз, и он, в общем, смог, и он бросил такой вызов и себе, и сообществу, и читателям, что я сделаю что-то и повторю этот успех. И как Эмиль Ажар, он, в общем, тоже был успешен и получил ганкуровскую премию, и вот эта история ведет. И это вызвало себе изрядный скандал, потому что по уставу премии она не может дважды вручаться одному писателю. Но все-таки здесь мы... Довольно важно, я думаю, что он же не жанровый писатель, потому что одно дело, когда мы говорим о коммерческом успехе человека, который работает в более-менее развлекательном жанре, это одно, и другое дело, когда мы говорим о успехе, все-таки критическом успехе, у писателя, который, ну, что называется, работает в большой литературе, потому что действительно талантливый текст, он шанс на то, что он будет оценен критиками, объективно оценен критиками, он все-таки объективно выше, чем шанс на то, что хорошая, увлекательная литература, что ей просто повезет с коммерческим успехом, потому что коммерческий успех это такая штука, которая степень везения здесь, она значит гораздо больше, да, то есть ты можешь придумать героя классного, ты можешь даже придумать классную историю, а вот не как-то звезды не сойдутся, плохой тебе издатель попадется, и ничего у тебя не получится, а может быть даже, что ты довольно средний профессионал, а вот как-то тебе хорошо повезло, тебя хорошо раскрутили, и, пожалуйста, огромная популярность, огромные тиражи, такое тоже, кстати, довольно часто бывает, а если ты действительно как бы по-настоящему как бы классный, крутой писатель и пишешь не жанровую прозу, то шанс на то, что тебя заметят критики высоколомые, этот шанс, конечно, выше, то есть там связь в этом разряде литературы, связь между успехом и талантом, она гораздо более непосредственная, но и успех там другой, потому что все-таки Ганкуровская премия и огромные тиражи, это совершенно разные вещи, Ганкуровская премия вручается профессионалами, а тиражи делают простые читатели. Но Ганкуровская премия или Нобелевская премия по литературе, они не влияют на тиражи все-таки? Или влияют? Нет, они очень влияют на тиражи, но ее вручают, на самом деле, вручают люди, хорошо разбирающиеся в литературе, и ее вручают, опять же, не за качественное развлечение, а за действительно некие литературные открытия, некие новации, некое новое слово в большой литературе. И там действительно оценивают, насколько твое слово действительно новое и значимое, там оценивают действительно высоколобые профессионалы. Там гораздо лучше просто аудитория и гораздо более компетентен оценщик. Писатель, работающий в коммерческих жанрах, он не хуже и не лучше, он просто работает на иную аудиторию, и от него требуется другое, от него требуется действительно захватить вот этого непрофессионального читателя, которому нужно качественное развлечение. Но круг этих читателей, читатель коммерческой литературы, он гораздо шире, а требования у этих читателей гораздо ниже. И здесь просто совершенно иные механизмы успеха. И поэтому степень везения в коммерческой литературе, она значит гораздо больше. Диана пишет, «Совершенно не согласна, а Гелбрейт классная», написала Диана Клявина. Ну, значит, что вам нравится Гелбрейт, да, как бы и слава богу. Но интересно то, что, как бы скорее, да, что вот писатель, Дарьев давным-давно себя зарекомендовавший, как очень крутой профессионал, когда он просто начинает новый проект, этот проект может как бы совершенно провалиться, да, вот провалиться именно на коммерческом поле. То есть сам по себе, сам по себе профессионализм в коммерческой литературе, он, в общем-то, он ничего не значим, да, как бы без везения и без хорошей раскрутки, как показывает практика, причем неоднократно показывает, ту же самую операцию пытался Алексей Иванов, да, тоже автор бестселлеров на российском рынке, пытался проделать, когда он придумал Алексея Маврина. И он как бы начал писать ужасники под этим псевдонимом. Он был к тому времени, Иванов уже был как бы супер раскрученной звездой. Когда вышел этот Маврин, абсолютно никто его не хотел покупать. То есть географ Глобус Пропил уже был. И был и географ уже, и Сердце Пармы, и золото бунта уже был. И тут он решил просто папировать себя в новом жанре и доказать, что в жанре ужасника он может добиться такого же успеха, как в жанре исторического романа. И выходят, эти псоглавцы вышли, да, под псевдонимом Алексей Маврин, абсолютно никому они не были нужны, никто их не покупал. Что делают издатели? Они, естественно, раскрывают псевдоним и начинают хорошо продаваться. Ну, не то чтобы как бы великими тиражами, но, по крайней мере, его ужасники они совершенно нормально продалить. То есть, ну, это просто лишний раз доказывает, да, что каковы, каковы механизмы успеха на поле вот этой вот, как бы, на поле жанровой литературы, на поле коммерческой литературы, на вот этом широком читательском поле, когда ты пишешь не для более-менее узкого круга высоколобых ценителей, а когда ты пишешь для неподготовленного, но очень широкого читателя, да, ну, здесь для успеха нужно другое. Вот тут спрашивают, что написал Алексей, я как раз хотел к этому тоже подойти, потому что головоломка, национальный бестселлер 2003 года, вы писали с Сашей Гарресом вместе эту книгу, потом выходит вторая книга, она у меня как раз вот здесь есть, «Серая слизь», она выходит уже после того, как вы стали лауреатами «Нац Беста», и, в общем, там была популярность и так далее. Ты на себе вообще испытывал вот эту изменчивость, скажем так, восприятие, то есть чувствовал, как сначала все хорошо, а потом интерес падает, или как у тебя это все проходило? Да, конечно, на себе как бы я убедился в этом совершенно в прямом виде. Везение, да, в какой-то момент тебе везет. Вот почему, как получилось, что выстрелы головонка, ну, можно там это объяснять, это, наверное, будет правильное объяснение, что вот тогда вот была мода на такую острую социальную прозу хулиганскую, да, как раз в России начали переводить Паланика, Брата Истон Аэллиса, как раз все это попало в струю. Но я совершенно не сомневаюсь, что, конечно, огромную роль в этом, в том, что так нам повезло с этой головонкой, огромную роль сыграла элементарная везень. В какой-то момент тебя везет, потом тебе может и не повезти. Такого, как бы, успеха, как с головоломкой, с другими книжками ни у нас с Аней, ни у меня одного нет. То есть, да, везение, везение значит много. И это, кстати... Головоломку перевели на 10 языков, если я не ошибаюсь, то есть, там были тиражи, издания за рубежом и так далее. Но в целом это можно же начать считать началом твоей писательской карьеры уже таким серьезным? Нет, это было во всех смыслах начало, потому что это была наша дебютная книжка. До этого мы, собственно, прозы не писали. Ну, там был какой-то совсем уже смешной, как бы, пародийный детективщик, который в газете час печатался. Его, естественно, мы не будем считать. Более-менее всерьез литературой заниматься, да, мы начали с головолом. Но ты работал в жанре детектива вообще? Или все-таки нет? Мы с Аней работали еще, когда мы вместе работали, у нас была, ну, сначала это был вообще сценарий, потом мы его переформатировали в поясе, вполне, в общем-то, не то, чтобы классический детектив, но это история с расследованием, это игра, у нас была игра такая с, именно со схемами классического детектива, а мы там довольно сильно, ну, как любой, в общем-то, более-менее современный автор старается схемы классического детектива каким-то неожиданным образом повернуть, вот мы их тоже старались вертеть, у нас была такая повесть Чучхе, да, как бы вышел, в свое время у нас вышел сборник из трех повестей, и вот одна из них, он так и назывался, Чучхе, да, и там мы взяли тоже классическую историю про убийство и расследование, но, как бы, перевернули ее в очередной раз с ног на голову, у нас было так, что в узкой компании людей, бывших одноклассников происходят таинственные убийства, сами эти одноклассники начинают их расследовать, в общем, получается так, что в процессе расследования они все убивают друг друга, то есть, ну, тоже мы, нам было забавно играть с вот этими жанровыми традициями, с жанровыми клише, как-то вот переворачивать их, строить из них какие-то фигуры, каких до нас, как нам казалось, еще никто не строил, ну, или, по крайней мере, какие-то пазлики складывать, чтобы не совсем, не, 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 не совсем банальные, да, чтобы какой-то, какая-то оригинальность в этом была, ну, собственно, так как бы и поступают, поступает львиная доля более-менее амбициозных авторов, которые берутся за детектив современный, да, потому что писать, ну, просто там миллион первую историю про то, вот кто-то вы нашли труп, потом некие сыщики все это расследуют и выясняется, что, да, это история мести, это кто-то отомстил, или это там была какая-то история шантажа, или история ревности, да, все это, ну, совершенно неинтересно это, в общем-то, сейчас писать, потому что таких историй за, там, полтора-два века существования классического детектива, это, мириады таких историй были написаны, и, в общем, если очередную такую историю написать, ну, это, в общем, это самому тебе уже, как писателю, ну, в общем, неинтересно, да, или ты совсем такой уже, как бы, просто коммерческий ремесленник, и просто штампуешь это дело, да, как, просто предмет мебели какой-то, да, совершенно не задумываясь о какой-то новизне, а если тебе интересно напрягать фантазию, ну, да, ну, ты стараешься чего-нибудь, там, вот, как-нибудь все это дело повернуть, сложить неожиданным образом, да, нетипичным образом, хотя тоже, на самом деле, даже уже вот эти вот игры в нетрадиционный детектив, в то, чтобы там пустить расследование задом наперед, закрутить его восьмеркой, сделать убийцей расследователя, сделать убийцей главного героя, сделать убийцей сам труп, сделать убийцей, я не знаю, книгу Аристотеля, да, ну, все это уже тоже было, да, в этом жаре, ну, довольно сложно сейчас сказать что-то новое. Вот, кстати, Дмитрий пишет, Пушкинский лицей в Риге задает он, Дмитрий Бычков, я тоже оттуда. Ты же из Пушкинского? Да, 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 привет выпускникам нашей альбоматуры. Собственно, мы же с Саней, мы были первый лицейский выпуск, да, то есть, первый год, когда лицей появился, в 89-м, вот мы тогда и поступили, да, и в 93-м оттуда первый выпуск. Вот еще пишет, Владимир, а про Дафну Дю Мурье уже говорили, она тоже была мастером детектива и психологического триллера, и ее Ребекку и птица экранизировал сам Альфред Хичкок. Ну, это, это да, это одна из писательниц как раз вот того периода расцвета вот этого классического жанра, да, хотя действительно, как бы, у Дю Мурье, как бы, там скорее, как бы, о триллерах, да, можно говорить, даже сам птица, почему, как бы, да, Хичкок, мастер саспенса, ее экранизировал, как бы, то есть, если вот пытаться какие-то там жанровые границы проводить, да, то это скорее триллер, но это, в общем, не так важно, да, потому что, действительно, вот это были те времена, да, когда вот, когда жанр был на подъеме, на взлете, когда действительно создавались, создавались его хрестоматийные золотые образцы, и довольно быстро, просто довольно быстро это жанровая схема, эти основные жанровые схемы, они были исчерпаны, да, то есть, действительно, где-то к середине, наверное, 20 века, в общем-то, как бы, инструментарий, при помощи этого инструментария было сделано все главное, что можно сделать, а дальше уже, как бы, уже встал вопрос, то есть, как бы, либо как-то переосмыслять этот жанр, либо пытаться делать что-то в смежных жанрах, да, либо этот жанр как-то пародировать, либо приспосабливать, инструментарий детектива каким-то совсем-совсем другим жанром, да, то есть, начался некий уже, наверное, пост-детектив, то есть, как бы, сейчас мы живем, а сейчас мы уже, наверное, живем в какой-то уже пост-пост-детективе. Драйвол, кстати, поддержал Натанатом на 2 евро, спасибо вам, присоединяйтесь, мы сдвинулись с нулевой отметки, сейчас у нас 2 евро на счету, давайте дойдем до 50, осталось всего 48, поэтому, если вы готовы, значок доллара внизу под счетом, ссылка на пропал есть в описании, так что присоединяйтесь к нам. Еще вопрос из чата, а Стивен Кинг, его можно отнести к авторам, которые работают в том числе в детективном жанре, как ты думаешь? Ну, если ты помнишь, про Кинга мы когда-то долго беседовали, на эту тему мы тоже говорили, Кинг, это такой мультижанровый автор, да, конечно, да, естественно, как бы, ну, вообще, на самом деле, если писатель работает с остросюжетной прозой, да, тем более, если это писатель плодовит, то, скорее всего, в его творчестве обнаружатся, обязательно обнаружатся признаки разных жанров, да, это, конечно, будут признаки детектива, то есть, это будет некая таинственная там история, скорее всего, какое-нибудь преступление, там будет, скорее всего, это будут признаки триллера, да, то есть, там будет саспенс, там будет создаваться тревожная атмосфера и так далее с большой вероятностью там появятся какие-нибудь черточки фантастики или мистики это тоже на самом деле частых спутник острой сюжетной прозы и у Кинга пожалуйста все это есть все это есть в изобилии и далеко не всегда можно однозначно сказать где кончается один жанр а зачем собственно говоря как-то пытаться одно отделить от другого главное чтобы история была интересна и увлекательна потому что когда ты придумываешь историю ты же никогда не думаешь не садишься так а вот сейчас я буду писать классический детектив только в том случае если тебе интересно именно вот такая филологическая игра с жанрами вот наверняка когда Акунин начинал свою фондоринскую серию поскольку он же вообще филолог историк и филолог в иностранной литературе работал и действительно более того фондоринские романы они у него были по крайней мере я помню в свое время четко написанные еще не написанные к тому моменту они были четко вот так вот все разделены по жанрам этот детектив герметический этот детектив шпионский этот детектив какой-то еще но все-таки такой механический подход это довольно редко встречается обычно как бы если ты пишешь какую-то историю придумываешь какую-то историю тебе интересно придумать просто интересную историю как-нибудь завернуть лихо завернуть сюжет а что как бы в этот сюжет проникнет проникнет пролезет ли там мистика пролезет ли туда какая-нибудь фантастика это уже зависит как бы вот твоего воображения это специфика твоей личной фонтани кстати Андрей пишет еще о Конан Долле убийца оказалась лошадь да серебряный рассказ серебряный это тоже классический пример неожиданного поворота классического жанра Анна пишет Венсдей классный сериал всем доброй ночи и тут дальше продолжение что это возможно тоже можно отнести к жанру детектива с элементом детектива разумеется это опять же возвращаясь к тому о чем я сегодня уже говорил в современном кино в современной литературе в огромном количестве произведений никоим образом не являющимися чистыми детективами мы можем обнаружить признаки детективного жанра очень-очень во многих историях в мистических историях в комедийных историях в фантастических историях случается какая-то какое-то преступление таинственное происходит что-то загадочное надо это разгадать надо это распутать и совершенно понятно почему это происходит потому что задача автора истории увлечь своего зрителя или читателя читателю-зрителю должно быть интересно один из главных самых универсальных способов его увлечь предложить ему загадку вот у нас есть загадка ребус нечто таинственное все если это действительно интересно если это загадка она действительно забирает аудиторию твоему читателю и зрителю уже интересно а что же произошло а кто же виноват а что же что-то было-то такое да то есть понятно почему это так делается и благодаря вот этому самому психологическому механизму да детектив бессмертен этими элементами этого жанра авторы будут пользоваться еще спустя много столетий спрашивают про Дину Рубину и Людмилу Улицкую ну опять же как бы это писательницы не детективщицы разумеется у которых да как бы тоже встречаются какие-то элементы остросюжетные прозвия ну а на самом деле как бы куда не посмотри даже в самую я не знаю там залезь высоколобую литературу можно там вспомнить писательницу ничуть не менее там даже наверное более такую элитарную да современную Ольгу Славникову в ее лучшем по-моему романе 2017 тоже есть элемент детектива вполне себе полновес хотя как бы у Славникова он уж совсем никак не коммерческий ну на самом куда не посмотри да это может может обнаружиться где угодно и это это даже не обязательно кстати это даже не обязательно связано вот с намерением вот поймать читателя на какой-то интерес получить большую аудиторию заработать деньги да это может быть связано просто с желанием придумать хорошую историю интересную историю да самому самому автору это же тоже интересно придумывать историю это же тоже интересно да когда ты садишься за книжку ты же думаешь не только о том как мне большие тиражи получить и большие гонорары и чтобы меня еще экранизировали а если ты ну не совсем коммерческий халтурщик тебе интересно просто придумывать это интересный процесс да сочинить что-то такое какую-то историю а действительно как бы на самом деле если это увлекательная история да как острая история с острым сюжетом очень велика вероятность что она будет в каком-то виде это будет детектив ну кстати вот Наталья пишет нам кстати Эльф и Петров тоже своего рода иронический детектив кстати да пожалуйста да тоже тоже да есть криминальный сюжет по крайней мере да пожалуйста ну если пытаться жанру определить то это в общем довольно классический плутовской роман но с другой стороны почему плутовской роман не может включать он может он и включает в себя да какие-то детективные элементы по крайней мере криминальные то есть не нужно пытаться одно жестко отделить от другого да как бы жанры между ними нет строгих границ да как бы это это просто мы для собственного удобства да как бы для какого-то там маркетингового удобства там может быть критики да для собственного профессионального удобства они там классифицируют литературу хорошая история как бы она может перетекать из одного жанра в другую да и ей все равно детектив она триллер фантастика она может всем сразу мне кажется еще интересно создание образа потому что Остап Бендер человек с определенными криминальными наклонностями мы это понимаем по большому счету он мошенник да и в общем мне кажется здесь тоже вот мы видим очень такого четко сформулированного просто выточенного персонажа и очень живого при этом который имеет какие-то криминальные криминальные таланты всячески пользуются да это ну его вроде как не ищут там нет какого-то полицейского который за ним бы бегал ну и собственно чтобы мы подходили к классическому детективу но тем не менее это тоже вот что-то что-то такое граничащее как раз с криминальной составляющей которая неизбежна в любом детективе ну да это еще один хрестоматийный пример такого как бы великого героя героя который вот перерастает собственно собственную литературу вырастает из собственной литературной колыбели а что касается криминала какого-то ну людям всегда людям всегда интересно что-то экстраординарное то есть какое-то преступление какая-то интрига то есть криминал если ты сочиняешь интересную увлекательную историю ну почти наверняка будет замешан какой-то криминал такова природа просто человеческая ну разумеется ты можешь писать какую-нибудь чеховскую совершенно сверхреалистическую историю где герои живут обычной жизнью мучаются тем какая-то жизнь обычная в общем это ничем не кончается никакой интриги здесь нет да но окей как бы но ты окей останешься действительно вот автором такой большой литературы проблемной литературы да хотя кстати говорят даже у Чехова даже у Чехова есть в общем вполне классический детектив драма на охоте а если тебе если тебе действительно интересно придумывать истории а в общем так как бы сама литература литература как искусство она же с чего начиналась в незапамятные времена вот тогда во времена египетских папирусов да и слепого сказителя гомера она же начиналась не с желания отразить жизнь во всем ее экзистенциальном трагизме она начиналась с желания рассказать интересную историю и вот это с этого началось как бы с этого началось и это никогда из литературы не уходило и вот своей популярностью жанр детектива обязан именно именно желанию писателей рассказывать интересные истории увлекательные и желанию читателей следить разъем в рот следить за разгадыванием какой-нибудь тайны Куприян пишет слушая трансляцию стало интересно почему все любят достать ножи но недолюбливают стеклянную луковицу это про киноболь ну просто потому что стеклянная луковица хуже она просто хуже придумана детективная интрига в достать ножи она ну просто она более добросовестно придумана а в стеклянной луковице честно говоря она довольно халтурная там просто если его разбирать как бы с точки зрения фильм этот с точки зрения просто детективного профессионализма Ну, там такие дыры, да, как бы там какие-то провалы, там начинается вдруг какой-то в середине фильма начинается какой-то длинный неоправданный флешбек, да, ну и так далее, и так далее, да, все-таки достать ножи, это была гораздо более добросовестная попытка играть в такой подчеркнуто классический детектив, ну, вот а-ля Агата Кристина, да, к Луковице, ну, я, к сожалению, забыл имя режиссера, просто ему поднадоело, видимо, это, и его, как бы, слишком увлекла, видимо, социальная повестка, да, он гораздо более плакатный, Стеклянный Луковец, гораздо более плакатный фильм, гораздо более такой, как бы, примитивно-социальный, да, с явным уклоном просто в анекдот, хотя, конечно, ну, социальность, она и в ножах была, но там она, как бы, все-таки не мешала добросовестной игре в классический детектив, а в Луковице она уже очень сильно мешает. Тут наши зрители, кстати, вспоминают Генри Грэма Грина, вот, тут как раз тоже о нем просить, его можно отнести к авторам детективов, как ты считаешь? Ну, опять же, как бы, не к авторам классических детективов, и вообще Грэм Грэм, он же, ну, все-таки, он, да, он жанровый писатель, отчасти жанровый писатель, но все-таки он гораздо больше, нежели автор жанра, то есть, как бы, ну, это тот случай, когда литература имеет признаки жанра того или иного, ну, Грэм Грэм, конечно, это шпионский жанр, да, вот, но она очень-очень сильная. Сотрудникам разведки, ну, собственно, сам был, да, но она очень-очень далеко выходит за эти рамки. Ну, или Грэ, да, это тоже, тоже похожий случай, это тоже, как бы, шпионский роман, и, но, действительно, как бы, лучшие его вещи, они, конечно, совершенно не, не сводятся только, вот, к жанру, да, как бы, конечно, лучшие его вещи, это, ну, в общем, нормальная, большая литература. Дмитрий пишет, на меня самое большое впечатление в детстве оставили братья Стругацкие и книга «Отель у погибшего альпиниста». Кстати, ну, это классический альпинист, кстати, ну, это, ну, это игра, да, как бы, это, причем, сознательная игра именно в классический детектив, она же с чего начиналась? Если кто знает историю появления «Отель у погибшего альпиниста», братья Стругацкие и братья Вайнера, да, два самых знаменитых братских дуэта в советские времена, Одни короли фантастики, другие короли детектива, вот, они как-то в свое время подумали, а не написать ли нам роман в восемь рук, не написать ли нам фантастический детектив, да, вот четыре брата. Из этой затеи ничего не вышло, но Стругацкие начали уже придумывать сюжет, да, чтобы это была одновременно фантастика и одновременно классический детектив с расследованием, с какой-то локализованной в каком-то одном месте, чтобы было какие-то странные происшествия и было расследование этих странных происшествий. И вот уже вот из этой идеи, из несостоявшейся идеи романа в восемь рук, да, вырос вот этот вот игровой такой детектив, при этом фантастика с анапланетянами, да, и при этом действительно детектив для действия происходит в каком-то замкнутом месте, и в этом замкнутом месте ограниченное количество героев, и там происходит таинственное событие, да, то есть классика, детективная классика, герметичный детектив, 10 негритян, из этой детективной классики вдруг в какой-то момент вдруг вырывается, да, фантастика, совершенно классическая тоже хрестоматийная фантастика с анапланетянами. Ну вот это игра, да, это то, опять же, о чем я говорил, все-таки современному, более-менее современному автору, если уж он берется за какие-то схемы классического детектива, хочется повернуть их каким-то совершенно неожиданным боком, да. Стругацкий, да, повернуть. Хотя на самом деле, по мне кажется, что самым их интересным романом с детективным сюжетом, на самом деле, является Жук Муравейник. Но я об этом подумал, Жук Муравейник, что это. Там гораздо более неожиданная, сложная и тонкая интрига и открытый финал, да, вот это детектив с открытым финалом, что является признаком все-таки очень-очень крутой литературы, да, это надо быть очень классным автором, чтобы вот написать детектив с открытым финалом, который можно трактовать совершенно по-разному. И вот ведь самое-то интересное, что Стругацкий вовсе не собирались писать детектив с открытым финалом. По замыслу авторов, это должен был быть, Жук Муравейник, памфлет против тайной полиции. И никакой загадки Льва Балкина в конце, до конца, она не должна была сохраняться. То есть по замыслу Стругацких, да, это вот, он никакой, конечно, не автомат странников, он несчастный человек, которого паранойя к Сикорске принял за агента странников, и поэтому убил благодаря своей паранойи, а паранойя даже у хороших людей развивается, потому если эти люди служат в тайной полиции, да, то есть очень плоская идея, да, вот такой памфлет против тайной полиции. Но помимо своего желания, что часто случается с талантливыми авторами, помимо своего желания, они действительно, как бы, написали великий детектив, действительно, где вот, позволяющий до самого конца, и даже за уже пределами своего финала, трактовать себя по-разному. И финал, там, тоже, Жук Муравейники, если не пытаться трактовать его так, как тем неинтересным способом, каким он был придуман авторами, это действительно один из самых странных, многогранных и богатых финалов, да, ну, уж, по крайней мере, фантастики. Ну, вот, кстати, Андрей спишет, хищные вещи века по форме тоже детектива, по сути, нечто очень глубокое и социально-философское. Ну, ты воспринимаешь, я не знаю, мне кажется, что хищные вещи века, это все-таки... Не, ну, там есть расследование, кстати, вот, да, там, наверное, схема, вполне себе детективная. Приезжает, приезжает расследователь, да, в какое-то новое место, в этом новом месте, для него новом месте, происходят таинственные события. И причем, как бы, явно криминально. Я воспринимаю это вообще, знаешь, для меня хищные вещи века – это что-то выпадающее немного вообще из стругацких. То есть, это стругацкие, но другие. Вот почему-то я так воспринимаю хищные вещи века. Поэтому я и задумался, в каком жанровом направлении это все может быть. Ну, это, кстати, шпионский детектив в том числе, да, потому что там же у них вот эта вот контора, да, в которой Иван Жилин работает, да, ну, это же как бы, ну, что-то вроде Интерпола, да, то есть он приезжает в новую для себя страну, да, в этой стране там как бы творятся какие-то странные вещи, да. И это, да, и тут есть элементы детектива, и элементы шпионского романа. На самом деле это, конечно, это социальная притча, да, причем поразительно актуальная до сих пор, да, как бы из... При том, что стругацкие, конечно, да, это литература, большая литература, да, несомненно, и их мысли, они не сводятся там к только каким-то вопросам, которые были актуальны в их времена, они действительно как бы выходят за пределы своих времен, но чтобы вот так актуально, вот горячо актуально, чтобы это произведение оказалось настолько вот как бы очевидно, актуально в очень далекие времена от тех, в которых оно писалось, это начало, это самое начало 70-х, да, а они, господи, хищные вещи века, они сейчас считаются на самом деле просто как суперзлободневанная фантастика. Такое даже со стругацкими, конечно, случалось нечасто. Хищные вещи века в этом, да, как бы, в смысле, очень поразительные. Вот наша зрительница написала, что я читаю Клиффорда Саймака, это не совсем детектив, это фантастика. Я сейчас как раз пытаюсь вспомнить, а было ли у Саймака что-то с детективным сюжетом. Я не так давно, ну, пару лет назад, пересчитывал пересадочную станцию, но там, насколько я помню, все-таки детективного сюжета не было. Не помнишь, у Саймака были детективные какие-то элементы? Не приходит в голову, ну, по крайней мере, таких явных-явных что-то не припоминается. Ну, там у Филипа Дика, да, какого-нибудь, вот там, пожалуйста, там тебе и детектив, и триллер, и вот этот hard-boiled detective, да, как бы крутой детектив, там всего этого полно. И недаром экранизация, самая знаменитая и лучшая экранизация Филипа Дика, она, в общем, прямо выдержана в традициях такого фильма-нуар, да, ну, я имею в виду, конечно, лучшего полезного. И главный герой там, в общем, это вполне себе наследник Филиппа Марлоу, да, и прочих героев вот этого классического крутого детектива. Ну, это, если говорить об американских фантастах-классиках, да, у которых есть элементы. Ну, кстати, знаешь, я когда вспомнил, вот у меня почему-то такая сразу ассоциация срабатывает, хотя это, конечно, совершенно разные писатели, но как-то они шли у меня на полке, на библиотеку мировой фантастики, они там друг за другом шли, Саймак, Гарри Гаррисон, Айзи Казимов, Артур Кларк и многие другие. И вот у Гарри Гаррисона же полно детективных историй. Крысы из нержавеющей стали, история Крысы из нержавеющей стали, это, в общем, детективные истории. Ну, вот чем больше мы, собственно, говорим о детективах и о том, где еще как бы проявляется, откуда еще вылезает этот детектив, это мне, тем более, мне этот разговор напоминает на наш же разговор о фантастики, потому что если присмотреться, фантастика, она обнаруживается вообще где угодно. То есть, ну, в общем, и то, и другое, и фантастика, и детектив, ну, это же не только жанр, это еще и метод. И этот метод, он может действительно обнаружиться в литературе совершенно любой литературе, какой угодно, вроде бы жанрово-далекой, и вроде бы какой-нибудь совершенно высоколобой, да, пожалуйста. Просто не надо пытаться сводить детектив там действительно к такому суперклассическому роману расследования, и не надо сводить ту же самую фантастику к совершенно какой-нибудь внеземной истории с инопланетянами, да. Подожди, ну, с детективом я понимаю, как можно использовать, скажем, детективный прием там в разных литературных жанрах, но с фантастикой же сложнее, то есть, если мы говорим некий выдуманный нереальный мир, то вряд ли ты сможешь фантастический сюжет интегрировать там, не знаю, в произведение Чеха. Можно, наверное, через сон, через какие-то такие вещи, или как Пелевин через мухомора это делает, но просто фантастический прием очень сложно интегрировать в литературу, не связанную с фантастикой или нет, или я ошибаюсь? Ну, пожалуйста, на самом деле вовсе не сложно, не обязательно фантастику научную, прибегник мистики, да, легкий элемент мистики, да, в сюжет, почти в любой сюжет на самом деле, без проблем, как бы на самом деле, душок хотя бы мистики, тайна, загадка, нечто иррациональное, да, запросто, куда угодно, да, в любой жанр, в любой сюжет. Ну, что такое мистика, да, где, где, где вот граница между мистикой и фантастикой, да. Если говорить о фантастике только именно о научной фантастики, да, ну, тогда, конечно, границы более жесткие. Но с другой стороны, как бы, ну, где кончается, где кончается один разряд фантастики, где начинается другой разряд фантастики, да. Ну, это бесполезно, понимаешь, как бы бесполезно проводить эти границы, да, как бы, хорошая история, а на границ не знаю, да. Она либо увлекательна, либо не увлекательна. Много зрителей тут у нас тоже пишут. Вот Лиза пишет, рука закона Гарри Гаррисона, потрясающий рассказ, юмор, юмор, написала Лиза. Она-то пишет, Лиза пишет, да, конечно, Айзек Азимов, так, сейчас я вернусь, да, конечно, Айзек Азимов всего пересчитала в детстве. Но я как-то рассказывал, что вот Айзек Азимов, ну, ладно, мы еще как-то сделаем с Алексеем, может быть, эфир, посвященный классикам американской фантастики, британской фантастики, да вообще просто фантастики, в конце концов. Можно будет поговорить и есть, что обсудить. Я просто помню свои впечатления от Лаки Страйка, от того, когда я читал их в свои 15 лет и перечитал свои там 35. И я понял, что лучше бы я не перечитывал их в 35, потому что эффект все-таки обнулился от того, что я читал в 15. Это Айзек Азимов, человек, который писал много действительно очень крутых произведений. Но Лаки Страйк вообще не зашел уже в этом возрасте. Это очень по-разному бывает, да. Иногда даже поражаешься, как перечитываешь и поражаешься, на самом деле, насколько это интересная штука и понимаешь, что ты многого не вычитал в свое время. А бывает, что перечитал, как бы, ну и становится просто стыдно, как вспоминать о своих каких-то, я не знаю, детских глупостях, шалостях. Очень по-разному бывает, да, точно. Ну ты знаешь, такая, я как-то рассказывал в эфире про Жюль Верна, у меня два таких момента случилось. Я решил перечитать Жюль Верна какое-то время назад, «Таинственный остров», и потом вот буквально недавно был у родителей на даче, что мне попалась на глаза книга «Дети капитана Гранта», я ее взял и прочитал. И вот, казалось бы, да, «Жюль Верн», две книги, хорошо нам всем с детства известно. «Таинственный остров», когда я перечитывал, мне совсем не зашел, хотя в детстве эта книга была одной из моих любимых. А «Дети капитана Гранта» я перечитал просто с удовольствием, я наслаждался этим процессом, мне вообще было в кайф от того, что я эту книгу читаю. Я не могу это объяснить, почему «Таинственный остров» мне казался каким-то картонным, надуманным, наивным, абсолютно нереалистичным, а «Дети капитана Гранта» так хорошо зашли. Вот не могу объяснить, правда. Надо попробовать перечитать, я уж тоже, на самом деле, просто с детства всего этого не перечитывал. Человек-то знает, возможно, есть же такая штука, что некоторые вещи одного и того же автора, они оказываются более долговечными, более крепко сколоченными. Например, может быть, дело в том, что история про приключения на острове, она просто менее универсальна, чем история путешествий. Просто сам жанр. Возможно, просто в этом дело. Мне сложно сейчас говорить, потому что я сам все это не перечитывал давно, но по-разному. То есть одни и те же вещи одного и того же автора, какая-то из них может очень сильно устареть, а какая-то может сохранить свою актуальность спустя много-много десятилетий. А есть еще какая-то странная штука нашего субъективного, ну, понятно, нашего субъективного восприятия. Это, да, там, может быть, какие-то детские воспоминания, переживания и прочие вещи накладываются и создают какой-то эффект. Все это, наверное, может быть. Но, тем не менее, знаешь, иногда ты берешь книгу в какой-то момент, в какой-то момент своей жизни, и она почему-то в этот момент тебе кажется очень уютной, потому что ощущение от детей Капитана Гранта, она очень уютная для меня. То есть я читал, как будто я в этой книге растворился, и мне хорошо, да, как будто вот ты просто наполнен каким-то уютом. Я вот так пытался это сформулировать сейчас, ну, примерно такое состояние. Наверное, если я взял бы ее в какой-то другой момент своей жизни, в каком-то другом настроении, может быть, это и не сработало. Вот не бывает у тебя такого ощущения? Вот просто ты взял эту книгу вовремя. У меня вообще как бы с книгами отношения вообще очень теплые, да. Ну, я вообще книжный человек во всех смыслах, да. И да, там какие-то книги, которым ты прикипел в детстве, да, книги, которые там в молодости на тебя очень сильно повлияли, с ними вообще какие-то особые отношения, да. И бывает так, что какая-то про какую-то книгу как-то в какой-то момент она была для тебя дико актуальна, и ты к ней в мыслях часто возвращался, ты там мог ее как бы цитировать даже какие-то, ну, во время очень многие фразы из нее. А потом в какой-то момент как-то она забывается, да, как-то вот ты сам меняешься, да, как-то вот взрослеешь, там, допустим, да, как-то все это отходит. И вдруг в какой-то момент, спустя там уже нескольких десятилетий, ты вдруг об этом вспоминаешь и понимаешь, что на самом деле, ну, вот эта актуальность этих вещей, она на самом деле никуда не делась, да. Начинаешь как бы по-новому все это вспоминать, и ты это перечитываешь, да, и это опять для тебя важно, да, у меня и такое бывает, да. Вот особенно как бы чем старше, чем старее уже становишься, тем сложнее вот эти вот отношения с книгами твоей молодости, с книгами твоего детства, да. Ну, это уже как бы, да, это уже какие-то почти интимные, на самом деле, отношения, да. Тут сложно пытаться какие-то объективные законы вынести, потому что, ну, да, это как отношение с человеком. Все очень субъективно, все очень лично. Здесь, знаешь, еще вот мне кажется, что каким-то книгам мы готовы прощать, это так высокомерно, конечно, звучит, их несовершенство, потому что я помню, с каким удовольствием я прочитал, наверное, одну из самых несовершенных детских книг, это, помнишь, такого автора Вильяма Козлов есть, у него есть серия «Услышать тебя», по-моему, этот «Президент Каменного острова», еще там и так далее, детская литература. Смутно вспоминаю, вот, вот, когда-то читал, но забыл уже напрочь. Ну, а он известен тем, что он отказал до Влатова, по-моему, он его рукопись куда-то там выбросил или еще что-то. Но, в общем, это не самая, не самая великая литература, и когда ты читаешь эту книгу, понимаешь, что это не самая великая литература, там далеко, очень плоская и так далее. Но я прям прочитал тоже с удовольствием. Вот у меня бывает такое иногда состояние, когда ты понимаешь, что книга не очень, ну, она объективно не очень, а почему-то она тебе нравится в этот момент. Вот это не бывает такого? Или все-таки вот такая откровенная билетристика, как-то отторгается? Вот опять же, как с людьми, да, как бы, ну вот. Бывает, понимаешь, да, что человек несовершенен, а вот, ну, любой, да, что делать. Мне просто, да, вот это иногда любопытно, почему я все-таки могу, наверное, в каком-то уровне определить, хорошая книга или не очень хорошая книга, ну, мне так кажется, может быть, это самонадеянно звучит, но иногда ты понимаешь, что книга не очень хорошая, а что-то все равно тебя к ней тянет. Вот я ловлю себя на таких мыслях. Ну, на самом деле, отношения же с книгами, ну, если для нас эта книга не чисто, если ты к ней относишься, не воспринимаешь ее не в амплуа критика, да, ну, мне как к литературному критику, как к очень многим текстам, я просто перелопачиваю чисто, ну, из профессионального интереса. Читаешь, мастеровито, не очень мастеровито, там личных отношений не возникло. Если это книга не из этой истории, а если это книга, с которой у тебя как бы так или иначе сложились какие-то личные отношения, ты же эту книгу любишь не за то, насколько она технически здорово или талантливо написана, ты ее любишь за то, что она в тебе что-то зацепила, да, а зацепить она в тебе может не обязательно, если она технически совершенна, да, то есть здесь вовсе как бы, ну, не только как минимум от этого зависит, да, и не столько от этого зависит. Вот зацепила, да, где-то она тебя задела, какие-то струны в тебе, да, какие-то у тебя с ней сложились отношения личные, да, как бы эта книга тебе может быть дорога совершенно, и абсолютно не потому, что она хорошо, профессионально, ловко, мастеровитая сделала. Ольга пишет, таинственный остров спасал меня в детской больнице, мама принесла только что выкупленные макулатурные здания, дети капитана Гранта выкупались позже, любила Жюль Верна, но детей, по-моему, лучше всего, пишет Ольга. Ну, я думаю, надо будет нам с тобой сделать эфир про Жюль Верна, Дюма, в общем-то, тех, кого мы считали в юности. Тут еще про Жюль Верна, кстати, Андрей пишет, по-моему, Жюль Верна в зрелом возрасте не очень перечитывается, перечитывается, в отличие от Дюма и Конок Дойли. Вот такой комментарий. Надо попробовать, вот я не перечитывал, надо просто для интереса хотя бы перечитывать. Ну, мне прям зашел. Я понимаю, там некую-то наивность, ты уже чувствуешь, что ты в детстве это пропускал, но как-то вот прям, знаешь, как-то на душе тепло стало. Я был у родителей на даче, нужно было уложить сына, я его уложил, и там остался в комнате, чтобы пока он засыпал, и взял просто книжку, и все, я не мог оторваться. Я вот как в детстве не мог оторваться. Поэтому это круто. Смотри, тут еще просят наши зрители про Чейзе чуть больше рассказать, потому что Чейзе нередко называют писателем-билетристом. Вот насколько это несправедливо или справедливо, как ты видишь? Билетрист, конечно, билетрист, да, то есть не представитель высокой литературы, ни Хемингуэй, ни Набоков. Другое дело, что ничего плохого-то нет в том, что он билетрист. Я помню, кстати, в свое время тот же самый Акунин, да, когда уже начиналась его слава, и когда его уже превозносили, и его перехваливали даже, он говорил, что... И его спрашивали, как вы себя определяете? Он говорил, что я себя не определяю как писателя, да, писатель – это слишком много на это помпезных разных коннотаций навешано, писатель – это Лев Толстой, да. Я себя определяю как билетрист. И это, кстати, на самом деле, мне понравилась эта фраза, и я сам в свое время как бы тоже себя определял как билетрист, потому что, почему нет, как бы билетрист – это, ну, беллетр, да, как бы красивые письма, но писатель, который, ну, это литератор, который рассказывает интересные истории, да, это само по себе, как бы, в общем, вполне достойное дело. Уметь рассказать, придумать и рассказать хорошую историю, интересную историю с каким-то интересным героем. Ну что же, это плохо, разве нет? И то, что, на самом деле, мы до сих пор помним Чейза, мы его помним, и наши зрители его помнят. И как раз говорит о том, что даже будучи писателем, в общем, как бы, может, невеликого, как бы, литературного масштаба, он, тем не менее, создал такие истории и таких героев, которые, как бы, ну, до сих пор нам памятны, да. Ну, кстати, еще интересно. Он хороший гильд. Мне кажется, что Чейз был очень популярен в Советском Союзе, потому что, я помню, или уже на стыке, потому что я помню те издания в мягких обложках дешевые, которые просто заполонили. И тогда я впервые увидел книги Чейза, и тогда я впервые стал читать, кстати, Чейза. Они как-то... Он вообще такой писатель, грубо говоря, для постсоветского советского пространства, такой топовый, или все-таки с мировым неким таким охватом? Ну, его, конечно, в постсоветском пространстве, благодаря тому, что, действительно, как-то получилось так, что он пришел к нам как раз в тот момент, когда только-только начали открываться вот эти вот шлюзы, да, вот, начал подниматься в разные занавесы, начала проникать к нам вот эта вот билетристика западная. Вот он был один из первых, да, и поэтому к нему как... Ну, такая первая любовь, да, к нему постсоветский читатель прикипел. То есть здесь его, конечно, любят и ценят, наверное, больше, чем во многих других странах, но сказать, что его совсем уже забыли в той же самой Америке, я не могу. И экранизации, кстати, были относительно недавно, да, там, судя Харрельсоном была какая-то экранизация, по-моему. То есть, ну, все-таки нет, это не совсем как бы забыто и никому не нужно писать. Андрей спрашивает, «Смерть по парусам» это «Чейз» написал? Мне кажется, это снова написал. Если имеется в виду экранизация кисля-министрической киностудии 74-го или 76-го года, это не «Чейз». Помнишь? Ну, точно не «Чейз», да. Сейчас у меня вылетело из головы кто именно, но точно не «Чейз». Сейчас снова, мне кажется, нет? Мог? Да, может быть. Ну, надо проверить. Так, еще пишут, Вадим, приглашайте Алексея почаще, пожалуйста. Вы, ребята, молодцы, пишет Лиза. Да, мы стараемся делать регулярно. Вот, у нас уже не первый эфир. Кажется, это третий, да, у нас с тобой эфир получается? По-моему, третий, да. Да. Никаких проблем. Я подумала, что можно сделать про книги, ну, Жюль Верн, Дюма, понятно, можно французских писателей взять, а можно сделать про ролд-муви, типа «Детей капитана Гранта», что такое тоже, мне кажется. Сейчас много всего интересного можно было бы обсудить. Так, еще пишут наши зрители. Тут Довлатова вспоминают, но у Довлатова я не помню детективных историй. Может, ты помнишь? Мне кажется, у Довлатова не было. Ну, зона не детективная все-таки. По-моему, даже пародийно детективных у него не было. Нет, Довлатов как раз... Нет, Довлатов как раз совсем не из этой истории, да, то есть, как бы, есть писатели, для которых важен сюжет, да, то есть, именно вот фабула, какая-то вот история, за поворотами которой интересно следить. Довлатов, он не из этой категории, он держит своего читателя с другими вещами, да, и как раз сюжеты у него чисто номинальные. А иногда бывает так, что вообще никаких сюжетов нет, потому что некоторые его вроде бы как романы или повести от нас на самом сборнике рассказов, там нашим... Ну, как компромисс, например. Ну, как компромисс, да, 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 да. То есть, как бы, это... Там вообще никакого единого сюжета совсем уже нет. Даже в каком-нибудь заповеднике, ну, сюжет как бы такой, как бы, ну, уж точно не острый и не напряженный, да. То есть, как раз Довлатов, это автор все-таки не этого типа, да, не остросюжетный ни в каком смысле. Владимир пишет, как гость во дворчество Леонида Андреева и к какому жанру литературы он его относит? Ну, Леонид Андреев, как бы, конечно, это он не жанровый автор, не развлекательный автор, но это из тех, как бы, авторов большой литературы, в которых много элементов, да, разных жанров. Именно низких, как бы, условно низких. Мне очень не нравится это определение, почему они низкие, да. Да, но, да, как бы, Андреев из тех, у кого этого много. Но вообще, как бы, в те времена, да, как бы, это был, литература, она развивается циклично, иногда писатели, большие, как бы, писатели тоже, в кавычках, они активно пользуются инструментарием, там, авантюрной литературы, да, развлекательной литературы. Например, в начале 19 века и Пушкин, и Лермонтов, Гоголь, они весьма активно этим пользовались и их многие вещи, они, в общем, их довольно легко, даже, как бы, жанрово классифицировать, пожалуйста. Тут тебе мистика, пиковая дама, тут тебе авантюрный роман, герои нашего времени, тут тебе ужасник, вечера на хуторе, близ диканьки, да. А в какие-то моменты, наоборот, литература, как бы, вот, она так разделяется, на, вот, на литературу идей, да, и литературу увлекательных историй. И, скажем, во времена, действительно, Толстого, Гончарова, да, как бы, скорее, вот, довольно далеко они отошли друг от друга, хотя все равно, как бы, вот, совсем связь не была разорвана, мы говорили Достоевский, пожалуйста, пример того, что это может прекрасно сочетаться. А во времена, как бы, опять же, где-то в начале, в начале 20 века, опять же, как бы, обратно, как бы, срослись литература, как бы, условно высокая, литература условно низкая, и всевозможные, там, мистика и детектив, они, в общем, как бы, многих писателей надолго довольно проникли в литературу, там, и Серебряного века, и пост Серебряного века, и, там, в общем, до середины 20 века, Булгаков, пожалуйста, да, вот, мистический роман, который одновременно, в общем, вполне высокая литература. Ну, что, еще раз, как бы, доказывает, что это очень-очень условные все эти границы, которые мы проводим, и все эти жанровые элементы, которые мы обнаруживаем вдруг, казалось бы, в неожиданных местах, что все это очень условно. Ну, что, тут у нас зрители активно предлагают темы, знаете, мы, наверное, сделаем, с Алексеем, в нашем Телеграме, мы пустим голосоваться, предлагают делать эфир про Довлатова, сделать эфир про Жюль Верна, делать эфир там, ну, и так далее. Мы просто устроим такое голосование, и, в общем, в Телеграме посмотрим, кто за кого проголосует, и тогда решим, какую следующую тему взять, и когда следующий эфир провести. Ну что, мы уже, сколько в эфире? Два часа мы в эфире, с тобой сегодня уже, я думаю, что будем подходить к финалу нашего сегодняшнего разговора. Мы запустили опрос, а кто ваш любимый автор детективов? Он так сформулирован, этот вопрос сегодня, и там вариант Артур Коман-Дуэль, Агата Кристи, Джеймс Хэдли, Чейс, и напишу в комментариях. Как ты думаешь, кто победил, кстати? Ну, я не знаю, может, у тебя перед глазами чат? Нет, чата нет, но Коман-Дуэль, допустим. Да, да. Автор Коман-Дуэль, 35% Агата Кристи, 35%, кстати, они вровень получились, так что он просто первым написан, видимо, по алфавитку, кто-то и случил. А Джеймс Хэдли, Чейс, 18% и 10% наших зрителей написали в комментариях, но почти 500 человек за время эфира проголосовали. Ну что, будем на этом мы сегодня завершать наш разговор. Алексей Евдокимов, писатель, был с нами на прямой связи. Кстати, можешь порекламировать свой канал. Пригласи подписаться на наших зрителей. Как у тебя было? Да, если вам интересны истории, не детективные, но тоже довольно увлекательные, заходите на YouTube-канал письмо в бутылке. Там всякие разные истории из нашей человеческой истории, которые тем или иным образом связаны с алкоголем. Письмо в бутылке. Но главное не алкоголь, а главное именно истории. Ну, это что-то по аналогии с Валем, да, гений Место. Он писал о городах и странах, а ты рассказываешь истории, связанную с каким-то напитком по какой-то конкретной истории. Ну да, я даже, в общем, отчасти слезал эту идею у Валя, потому что у него, кстати говоря, у него там сходятся одновременно культура, туризм и немножко кулинария, да. Ну вот у меня как бы сходятся, скажем, история и как бы алкоголь, алкогольная часть кулинарии. Ну, на всякий случай мы сообщим, что Минздрав любой страны мира предупреждает чрезмерное употребление алкоголя впереди здоровья. Так что метафорически можно. Поэтому метафорически можно. Ну спасибо, Алексей Евдокимов был с нами сегодня на связи. Мы с тобой прощаемся. До следующего нашего эфира. А я тут подведу итоги нашего почти двухчасового разговора. Спасибо и до следующего раза. Пока тогда будем. Спасибо. Пока. Ну что, переходим в такой интерактивный режим. Мы, в общем, здесь эфир вели в интерактивном. Я напомню еще раз, что вы можете поддержать канал донатом. Это правда важно для Грэма. Поэтому, если у вас есть такая возможность, вы можете это сделать по PayPal. Не так долго мы будем уже в прямом эфире. Ну, еще, конечно, можете использовать значок доллара, чтобы нас поддержать, пока мы на 2 евро сегодня остановились. Может быть, за это время все-таки как-то немножко приблизимся к минимальной планке в 50. А может, и не приблизимся. Ну ладно, как будет, так будет. Но я просто еще раз напомню, что это можно сделать. Ссылка на PayPal есть в описании. Присоединяйтесь к нам. И таким образом тоже вы способствуете тому, чтобы Грэм работал, развивался. Видите, у нас разные форматы, разные программы, разные темы. Мы стараемся, чтобы наши зрители получали как можно больше и качественнее. Я уже путаюсь в словах. В общем, качественную информацию, программу и так далее. Поэтому присоединяйтесь таким образом. Это правда имеет значение. Поэтому, если готовы, будем вам признательны за это. И, конечно, не забывайте про лайки. Это тоже важная составляющая. Алгоритмы YouTube так устроены, что лайки показывают алгоритм. Или как, я не знаю, как там у них все это происходит. Но вы лайкнули. В общем, это как-то учитывается и видео лучше рекомендуется. Поэтому не скупитесь. Если вы еще лайк не поставили, можете это сделать сегодня. И, конечно, ссылка на PayPal я уже сказал. И Telegram, который я забыл в чат сегодня запустить, вы можете найти в описании к этому видео. И, соответственно, тоже подписаться на наш Telegram. Ну и можете высказаться по поводу нашего сегодняшнего эфира. Расскажите, как это было. Понравилось, не понравилось. Что понравилось, что не понравилось. Какую тему вы хотели бы обсудить в следующий раз с Алексеем? Мы регулярно встречаемся в наших прямых эфирах. Раз в месяц, может быть, раз в полтора месяца. А можете встретимся через неделю. Знаете, как пойдет. Иногда это бывает спонтанно. Поэтому можете тоже высказаться на эту тему, что бы вы хотели еще обсудить. У нас есть Сергей Назаров, с которым мы говорим о науке. Алексей Евдокимов, с которым мы говорим о литературе и кинематографе. Ну, уже, знаете, как-то выстраиваются такие постоянные спикеры в рамках гостевых ночных грэмов, когда мы приглашаем именно спикеров для участия в разговоре. И сегодня, как мне кажется, получился тоже очень хороший, глубокий, добрый разговор на тему детективного жанра. Да, эфир отличный. Спасибо, Вадим. Вот просто любовь вам пишет Юля. Спасибо, Юля. Очень приятно. Телеграм пишет Наталья, да. Подписывайтесь на Телеграм в Телеграме. По всем жанрам пройтись. Один стрим, один жанр пишет Рэмми. Можно подумать. Телеграм. Телеграм, да. А еще пишут, не освещена тема латышского детектива. Но мы, да, прошлись по касательной. Вообще-то можно уделить больше внимания, потому что латышский детектив тоже очень интересно, разнообразен. Опять же, мы вспоминали Алисскую киностудию. Там были классные экранизации. Я читал довольно много, кстати, детективов, латышских детективов. Были хорошие переводы на русский язык. Многие наши зрители могут читать на латышском оригинале. Я не знаю, сейчас можно посмотреть, что из современных авторов. Я как-то не следил. Это упущение. Надо будет тоже обратиться и узнать, как сейчас обстоят дела с этим жанром именно на латышском языке и именно от латышских авторов. Было бы интересно, кстати, узнать, что там детективно сейчас происходит. Тут еще могу посоветовать отличных музыкальных критиков. Рекомендуйте, Наталья. Можете нам на почту скинуть. Это тоже интересно. Мы рады новым лицам в наших эфирах, поэтому хотим тоже... Ну, кого-то открываем, кто-то уже открыт. Присылайте. Напишите нам на почту, кого вы могли бы преподавать. Будем вам благодарны. Спасибо, дорогой Грэм. Отличный эфир. Даже спать не хотелось. Пишет Тавид. Еще пишут наши зрители. Тем временем, Владим, спасибо вам. И, конечно, я напомню, что вы можете поставить лайк. У нас их 303 на данный момент. В общем, присоединяйтесь. Ну что, на этом, я думаю, мы будем переходить уже к перекличке. Давайте узнаем, узнаем, где вы нас сегодня смотрите, в каких городах и странах. Старт дан. И, соответственно, сейчас мы это постараемся выяснить. Какие города и страны с нами сегодня? Параллельно, напомню, значок доллара для абонатов работает до этого момента, пока работает чат. Так что вы можете еще успеть нас поддержать, если, конечно, готовы это сделать. Москва с нами, Елена. Наталья, Иерусалим. Андрей отлично эфир написал наш. Андрей, кстати, спонсор. Присоединяйтесь, становитесь спонсором. В Грэме поговорили про Грэма Грина. Символично, пишет Владимир. Да, с вашей подачей. Кстати, Минск с нами. Италия, Парара, Услава, Норвегия, Санкт-Петербург, Франция, Винница, Спасибо, Череповец, Шлиссельбург, Краснодар, Тео, или Питер, или Питер, не помню, Питер знаю, ну, в общем, может быть, расскажи, что за страна. Озерки, стрим просто восторг, пишет Ольга, Санкт-Петербург, Спасибо за гостя, Ярославль, Лондон, Питер, Питер, ну да, Москва, в простуде, свалившийся, спасибо, реанимировали, пишет Ольга, выздоравливайте, рады, что смогли таким образом как-то посодействовать вашему выздоровлению. Москва, Катманду, снова Москва, Петербург, Санкт-Петербург, скорейшего выздоровления Константину Рангсу, да, ждем, Костюм, может быть, уже на следующей неделе он сможет к нам присоединиться в эфире, с нами также Беларусь сегодня, ну и другие города и страны. Ну что, на этом я думаю, что мы завершаем сегодня наш эфир, присоединяйтесь к нам в Телеграме, заходите, участвуйте, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Грэм на разных площадках, также не забывайте два раза нажать на колокольчик в Ютубе, для того, чтобы не пропускать уведомления о наших стримах. Спасибо всем, доброй вам ночи и до скорой встречи. Продолжение следует...